доброй ночи добрый вечер доброго времени суток midnight loft онлайн снова с вами мы продолжаем свой сериал у нас не заканчиваются хорошие новости и на самом деле знаете вот сейчас в этом режиме самоизоляции действуют все те же самые прописные истины хочешь быть счастливым будем не можешь найти себе место иди занимайся и вообще в любой непонятной ситуации что надо делать нам нужно идти заниматься не можешь заниматься ну ну тогда нужно дожить до полуночи включить midnight loft онлайн и получить какой-нибудь невероятно совершенно чудесную очередную дозу позитива и конечно же брейнсторминга сегодня у нас второй такой онлайн вечер четвертого сезона midnight loft онлайна очень сложно поверить что уже четвертый сезон тем не менее мы активно его вчера начали мы стартовали и сегодня у нас в студии в нашей импровизированной студии окна окна в свободу как я их называю теперь целых два участника и эти участники они были игроками 33 лофт вечера прошлого сезона это был 33 финальный заключительный концерт это было как сейчас помню 12 июня 2019 года какой был прекрасный 2019 год знаете намного лучше чем 2020 не находите так вот эти игроки они на самом деле не нуждаются в представлении но все-таки я не поленюсь и скажу сегодня в нашей импровизированной студии роман викулов замечательный скрипач все его конечно же знают и прекрасная наша любимая пианистка екатерина рихтер ну сейчас я не буду вас больше томить и подогревать на медленном огне вы понимаете что сейчас будет у нас небольшой такой перформанс иначе я назвать это не могу я приглашаю ребят в студию момент привет всем привет привет ребята привет как ваши дела как вы поживаете для нас это очень на самом деле непривычные обстоятельства вот я алисе писал собственно когда меня алиса предложила очень было страшно и один я так и не осмелился собственно выйти в прямой эфир вот мы решили только с катей да поясню ситуацию для аудитории я настаивала на раздельном эфире но так сказать обстоятельства комфорта вообще моих участников для меня превыше всего поэтому пришлось пойти на такой небольшой компромисс мы посмотрим было ли это правильное решение вот а делаете если вы легким испугом всего лишь одним часом со мной или все таки это будет два да делимся ли мы просто останемся мы здоровыми после этого эфира да или через две недели мы вот окажемся все на койках в различных больницах города москвы не знаю посмотрим но мы соблюдали самоизоляцию поэтому надеюсь что сегодня тоже все будет в порядке вот полтора метра к сожалению не получается дистанцию держать но что поделать нужно было надеть маски и перчатки нет нет мы будем говорить хорошо и четко стараться по крайней мере масках это не получится понятно но вы на самом деле на позитиве вообще приятно вас видеть так сказать узнаваемом состоянии потому что я вот уже честно говоря некоторых музыкантов так уже узнаю весьма пример ну конечно не говорю сменил имидж немного да да рома как бы на самом деле это у тебя такой стайл назовем его самоизолейшн такой прямо или как его назвать практически это новый тренд вообще этого сезона вот катя я не вижу что у тебя та же самая стрижка вроде как нет все на месте все в порядке наоборот только длиннее потому что как бы что что можно сделать тоже ничего не попишешь как бы все парикмахерские закрыты салоны красоты тоже нам сказали чао рамзан кадыров советовал как пока рану все делать просто сбривать и как бы все по женщинам тоже женщину не знаю про женщину не говорил друзья но я коротко опишу чем мы вообще занимаемся таком вот ночном формате вообще о чем мы тут говорим о чем мы думаем видите ли как произошла такая неожиданность что вся наша жизнь она свернулась цифру нас вернулась такой вот онлайн перманентный и в связи с этим мир музыки ну потерпел некоторые взлеты и падения вот давайте поговорим немножко так коротко буквально тезисно наметим вот что для вас эти онлайн опции то есть уговоренно переговорно существуют онлайн концерты проходят онлайн уроки вот катя как собственно доцент консерватории может нам рассказать как проходят занятия со студентами проходят ли они вообще насколько эффективны microsoft teams вот рома ты со своей стороны можешь тоже поведать нам историю насколько эта опция онлайн актуальна на работе например и вообще и как бы и личной жизни что называется вот по очереди можете ответить да ну я во первых конечно занимаюсь студентами но это не совсем происходит онлайн просто они мне присылают записи я их слушаю и потом ну ну как то так получилось что самый удобный вариант я фотографирую так сказать какие-то вещи в нотах в своих про которые я хочу что-то сказать и пишу скажем так комментарии достаточно развернуты иногда прямо очень очень и фотографии собственно получается много и по сути урок в каком смысле занимает практически то же время то есть ну где-то час уходит на вот так сказать ну как бы занятие вот ну в принципе конечно продуктивности продуктивности все ли приходят например нет абсолютно нет никакого у нас расписания то есть просто как только кто-то готов что-то послать мне посылает дело то что просто ну записи совершенно другое дело чем чем естественно живое исполнение поэтому ну как бы могут неделю скажем записывать и мне пишут что там вот я три дня записывал записывал там этюд допустим ну потому что ну как бы это ну специфика совершенно другая ну талантливые звукорежиссеры такие звукоинженеры растут подрастающее поколение нет нет ничего этого нет люди пишут просто на телефон и просто просто находят какой-то ну наиболее приличный так сказать ему приемлемый вариант который максимально что-то показывает вот я так понимаю рабочая сторона имеется ввиду прежде всего моя рабочая сторона как бы так стать допустим со скрипкой в случае с ромой да или там допустим такси из-за рая или вот с этой стороны с левой руки начать записи вообще алис по этому поводу была очень забавная точнее я это наблюдаю просто в stories сейчас в инстаграме то что люди вынуждены записывать экзамены на видео и все это присылать и вот когда доходит до общего фортепиано дело струнники конечно гораздо просто кто что гораздо то есть они ищут ракурсы где будет не видно нот которые они пытаются наизусть конечно никто не будет все дело учить вот и и это конечно порождает просто огромное количество гениальных абсолютно вот этих блуперс да когда ноты там падают что-то еще ну то есть очень 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 мне нравятся эти все нововведения на самом деле то есть они порождают какой-то не знаю смех бесконечный вот так скажем креатив пардон то есть как бы еще какой выход из этой сложившейся ситуации и потом кстати вот эти все неудачные дубли я считаю что после уже экзаменов когда-то будет безопасно все конечно обязательно какой-то да свой хэштег типа как мы сдавали на самом деле эти экзамены а теперь смотрите как мальчишник вегасе короче как идет после после титров да все эти кадры вот не напоминает вот тут пишет аккаунта лунстром арт здравствуйте я просто вспомнил про полину шупила полину лунстром теперь да и петь у лунстром а который я не знаю мне кажется мне кажется важно об этом сказать то что эта тема многих вообще беспокоит вот по поводу онлайн обучения образования люди действительно сейчас переживают что это все останется с нами навсегда вот вот ты как считаешь алису я еще может принести какую-то пользу или нет знаешь я очень много за последние 58 дней самоизоляции вот вчера было 57 сегодня 58 гуглила и находила очень интересные вещи хотя в принципе я насколько ты можешь предположить не жила в отрыве как бы то есть онлайн технологии они были в моей жизни в общем-то на протяжении последних ну иного количества лет потому что лофт потому что контент но оказалось что многого разумеется я не знала и какие-то дыры мне удалось залатать и в принципе я поняла что некоторые вещи как-то не странно от меня прозвучит потому что отношения у меня тоже такое двояка они полезны они полезны и более того они жизнеспособны то есть вот я даже поясню свой ответ мне кажется что вот даже в консерватории да и там в среднем звене обучения есть ряд специальностей на которых можно так сказать сэкономить время очень простой пример теоретические дисциплины вот смотрите сейчас кто-нибудь рассадой занимается у себя на даче все преподы мгк и в то же самое время они уже выставили все двойки и все неуды короче студентам потихоньку то есть они читают они могут читать свои лекции в таком формате при том что студент при прочих равных он не тратит время на дорогу да то есть какие-то и он получает тоже ту же самую информацию то есть это может быть даже видеоконференция это может быть формате подкаста главное что та информация до него доходит то есть принципе потери сведены к минимуму и даже есть кое-какие плюсы то что касается исполнительства ну разумеется было бы странно если бы я сказала что это похоже или это как-то взаимозаменяемые вещи разумеется нет это как говорят что как сохранять дистанцию танцуя лебединое озеро например танец маленьких лебедей у нас то же самое это полнейший абсурд это невозможно это совершенно невозможно поэтому вот я так закругляюсь своем ответе скажи тебе что да культура мы так просто не сдадимся то есть я буду говорить от лица музыкантов скажу что взаимообмен энергии которые возникают да вот на реальных концертах это абсолютно невосполняемый пробел и никакой онлайн это не способен конечно спасти другой вопрос что технологии могут в принципе шагнуть настолько далеко да что это не будет каким-то не знаю замещением это не будет заменой но это будет как еще одна надстройка знаешь когда появлялись например миксы каких-то да искусств такие вот синтеза это относились сначала так что типа но это ненадолго там поиграются и закончится но в принципе это оставалось потом в культуре это очень сильно развивалась наряду с этими нашими академическими классическими формами да то есть я смотрю позитивно только с той точки зрения что это как плюс если это будет развиваться параллельно расширение инструментария как бы да то есть понимаешь это этого нельзя отрицать потому что все-таки технология мы же современные люди да но это не может быть между этим не стоит знак равенства и это не взаимо как бы заменяемая инстанция вот то что я хотела сказать мое отношение я в целом согласен просто вот на уровне как мне кажется я вот не знаю согласиться к тебе нет но на уровне вот высшего образования скорее всего какие-то теоретические предметы действительно почему бы и нет да иногда может быть и не все из них вот но говорят я опять же не специалист в этой области да ну вот я слышал что дети хуже действительно усваивают информацию вот таким образом вот и у меня сосед не знаю ты наверно знаешь саша страхов пианист тоже из консерватории он преподает школе детской музыкальной вот он сейчас ведет онлайн уроки и это конечно тяжело то есть это тяжело и ему и ученикам кто-то из них больше начал заниматься как он говорит да вот кто-то совсем вот сейчас написали комментарии до стороны студенчества что я как студент скажу что непосредственно лекции в классе намного проще социализации на учебе материал лучше усваивается ну да понятно по моим личным ощущениям да но дело в том что дорогие друзья давайте не будем забывать что в принципе человек да существо лениво то есть то что появляется у нас там особенно в россии пока разгонится пока там как-то наберет какие-то обороты но на самом деле нужно какой-то заниматься самодисциплиной мы слишком расслабленно жили все это время то есть говорят же не только о том что это останется говорят на каком уровне это останется что люди крутой которые было было обладают какими-то средствами большим бюджетом да они будут учиться очно а те кто как бы ну такие онлайн курсы от университетов ну это речь идет даже не об универах речь идет вообще чуть ли не с начальной школы что разумеется абсурд и позиция саши она как бы у меня очень близка потому что я тоже сейчас уже все это время занималась онлайн с ну как бы с ребенком с подростком который 16 лет да девочки вот я могу сказать что ничего хорошего при том что конечно мы нашли какие-то лайфхаки свои да но при этом сложно сложно мне потому что ты сидишь несколько часов вот в этом вот значит в этих наушниках в этом во всем этой экипировки и мозг взрывается у ребенка тоже мозг взрывается а что говорить о тех кто младше да это просто невозможно вот поэтому скажу так что давайте видеть какой-то свет в конце тоннеля потому что негатива хватает и так но отстаивать свои позиции конечно если вдруг придется что называется проявлять себя да будем проявлять да будем себя проявлять то есть ты как бы со мной солидарен но с вот соговорка насчет детей я если честно вообще не имею какой-то вот позиции по этому вопросу то что я об этом не думаю просто вот мы с полины как раз очень много об этом говорили но вот к чему-то общему мы не пришли то есть полина резко против вот этого всего и вместе с петь как я понял по крайней вот и и и действительно очень многие люди да и сейчас вот весь опять же инстаграм телеграм заполнен вот этими всеми смешными видео как там педагоги психуют и вот эти все сообщения там да бесконечно да то есть это послушать смешно а вот так если представить действительно то есть это люди видимо целый день сидят вот во всех этих чатах классов там и прочее прочее наверное тяжело я не знаю мне сложно сказать потому что я просто по сути два месяца сижу дома и с работы меня побеспокоили двумя сообщениями в апреле концертов не будет мая концертов не будет все как бы на этом наш рабочий чат в общем закончился какая прелесть получается вас не стали вот это вот обязаловкой напрягать по поводу того что давайте соберемся вообще ничего то есть у тебя не было вообще вообще ничего даже даже близко то есть я говорю действительно вот два месяца два сообщения ром кать но я как бы понимаю так что видите как вы в интернете лучше меня уже знаете что мир разделился как будто бы надо какие-то оркестры вот прям требую то есть до смешного доходит люди живет ну зачем но как бы все уже и так поняли что ну что что поделать ну вот разводят руками а все равно вот их просто прессуют с вами поступили более элегантно да мы стали врать скажем так ну потому что да вообще сложно представить как эти все люди начинают сейчас записывать бесконечно то есть это ну вот мы знаем да все вот этот молодежный оркестр на мсо какие там ну это опять же не во всех группах но вот как я слышал да опять же в группе первых скрипок конечно это очень 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 много видео нужно записывать и люди действительно страдают и поскольку сейчас все дома сидят то это вызывает какие-то бесконечные войны с соседями вот и вот собственно у меня я вообще не успела сказать собственно новостей ну вот то есть соседи действительно переживают по этому поводу очень активно потому что я знаю в интерн мсошники многие снимают вместе квартиры вот и когда всем людям в квартире нужно заниматься они это делают естественно по очереди таким образом целый день люди которые соседи вынуждены вот это все дело слушать вот опять же никто никаких законов не нарушает соседи просят там отнести себя к этому к ним по-человечески да как-то войти в их положение ну а как бы а как входить в положение поэтому требуется что записывать партии да в оркестре потом это смещается в одно исполнение нет смотрите в оркестре вот смотрите в оркестрах требует просто записывать какие-то куски из произведений типа оркестровых трудностей или того что будет после выхода из карантина там репертуаре да вот вот миш фейман рассказывал тоже что шеф у них решил обновить у них у нас решил обновить репертуар и они вынуждены будут тоже записывать какие-то кусочки видео тоже потом все будет приниматься но то есть это просто действительно видимость работ как я понимаю потому что мы действительно люди сидят два месяца по сути ничего не делают получают зарплаты и на самом деле это совершенно не так потому что радоваться не как бы неизвестно сколько они смогут так радоваться да и у каждого вот это вот защита от идиота она срабатывает так или иначе потому что люди ну при том что они в лучшей ситуации в лучшем положении чем допустим те же самые пианисты да которые не преподают например вот тут как бы хочется сказать а где они вообще спустя 58 дней они вообще все живы нормально там все да потому что на самом-то деле я вот для чего начала эти окна мы ищем решение мы ищем как бы какую-то возможность остаться в профессии даже в такой да вот момент когда в принципе почти через одного уже готовы идти работать там не знаю в доставку еще куда ну вы понимаете да чем я говорю потому что речь идет не о каком-то статусе речь идет именно выживание уже практически потому что ну что ж поддерживают врачей если их поддерживают да тут как бы такой смех в зале то как бы слава богу они они этого достоин да то есть есть там поддерживают людей с детьми тоже все понятно но где в этом всем деле как бы культура да то есть хочется задать вопрос ну опять же мы ждем посмотрим что будет потому что все таки если мы выйдем на свободу уже 1 июня то может как-то будет понять да хотя я просто я тут уже созрела что что я вообще насчет всего этого но я мне кажется что дело не в том какие есть плюсы или минусы у онлайн допустим обучение или у онлайн занятий музыкой в той или иной форме а дело в том так как просто есть группа людей которые нам навязывают так сказать действия какие-то которые могут забанить в этом онлайн и будьте осторожны ребята вот это я не знаю серьезно да я думаю я тоже думаю нет катя не не склонны к экстремистским высказываниям ничего такого не скажу я думаю вот но тем не менее ну понятно что так сказать как бы вот скажем какая-нибудь организация скажем так бюджетная она получает некие указания которые исходят вот скажем так группы людей которые почему-то так почему-то вот сложилось и так видимо было практически всегда они совсем не понимают вообще какой-то очень важной сути происходящего вот и опасность в том что вот эти вот самые указания они могут привести к каким-то непредсказуемым последствиям или как минимум они уже они точно приведут тому что придется проводить какую-то тяжелую так сказать не знаю борьбу не борьбу но в любом случае придется с этим как бы разбираться и возиться так сказать вот отжимать назад как бы отданные позиции онлайн и конечно есть какие-то свои плюсы конечно есть ситуации когда когда это единственный выход но вот например сейчас естественно это хоть как-то так держит нас форме держит форме студентов хотя вот скажем я с ними полтора месяца общаюсь по записям у меня просто закипают мозги я перестаю понимать что происходит я не понимаю звук я не понимаю где недостаток студента где недостаток записи естественно это все понятно это все можно пережить это все ну как бы ну как бы это просто обстоятельства вот или скажем были раньше ситуации в давнее советское время мне мама рассказывала что кто-то есть какого-то конкурса звонил откуда ты из америки и умолял значит позаниматься и полтора часа она занималась по телефону там чего-то концертом шопена и потом там какие-то были безумные благодарности и восторги то есть вот какая-то экстремальная ситуация естественно связь помогает такая так сказать не живая а какая-то но когда-то телефон сейчас онлайн даже я сейчас скажу год три назад у нас был ученик в цель шау у елена рудольфовна я с ним тоже занималась он он севернокореец и он оказался он уже потом он потом уже не учился он просто был обязан вернуться к себе значит на родину вот он потом оказался на конкурсе в германии и прошел там куда-то и вот позвонил и мы с ним занимались skype работал очень плохо и опять же была та же система он мне присылал записи ему присылал фотографии с комментариями фотографии музыкальных фрагментов парадокс ситуации вот только что рассказала что по сути у тебя был опыт ещё как бы до вот это я честно говоря совсем понимаю вот сейчас все вся такие как бы обновлённые вот какой препаратный опыт ничего подобного раньше не было вот какие мы все такие вот новые вот это вообще кто-то то что нет это ужасно и утрения я честно я честно я честно не понимаю вот искренне не понимаю, ну, как бы, ну, а что нового? Ну, просто сейчас это в большом объеме по обстоятельствам. Что не осталось другой стороны. Нет, Катя, понимаешь, когда какие-то экстренные условия, да, вот экстренные условия, вот можно это выручать, связь это как бы хорошо, вот в таком случае, да, сложно, во-первых, не согласиться с этим, но тут, понимаешь, есть эффект какого-то насаждения вот этой вот ситуации, ее вот у нас просто поставили в эти рамки, и Рома правильно сказал, что нет как бы другой какой-то стороны, то есть ты вот просто уже ограничен в этом, и вот живи как хочешь, вращай, хочешь, выживай, хочешь, не выживай, ты знаешь, как бы все свободные люди по-прежнему, но я к чему это все веду? Я видела вот твой на самом деле пост, который меня очень, ты знаешь, я уже была где-то на середине своего пути вот онлайнового, видно, но в онлайн мне даже, ты знаешь, мне даже стало в этот момент, ну, вот реально, ну, как-то стыдно даже, вот правда, скажу, вот стыдно мне стало, что я пытаюсь в этом найти позитив. Я была в состоянии аффекта, у меня было очень плохое настроение. На пером не вырубить топором, минуточку, это висит, да, и как бы я... Я не за полную ответственность, но могу объяснить. Так, подождите, 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 не надо от меня защищаться, еще рано. Я скажу так, что то, что написано в этом посте, ну, это абсолютная правда, это такой как бы крик души, то есть это ни в коем случае не истерика, ты понимаешь, я этого не воспринимала с негативом, я это прочитала, я подписалась про себя под каждым словом, потому что я прекрасно понимаю, в каком положении находятся музыканты, послушайте, ну, я в том же самом положении, да, но тут нужно как-то себя взять в руки и понять, что всегда может быть хуже, во-первых, да, ну, то есть реально хуже, не будем это озвучивать в прямом эфире, вы понимаете, о чем я говорю, и в любой ситуации нужно попытаться сохранить сначала свою психику и как бы поменять отношение к этой проблеме, которая существует, потому что, знаете, ну, тут нужно немножко так отстраниться и сказать, мы с вами, да, вот уже находимся в том возрасте, нам повезло, мы успели как бы закончить какой-то хотя бы там, ну, цикл, да, скажем, у нас сейчас жизнь, ну, да, у нас вся жизнь впереди, но мы как бы молодые люди, да, то есть у нас, в принципе, там работают мозги, мы можем быстро всему учиться. Перестроиться. Да. Или, знаете, как спорить с системой, иногда просто-напросто опасно, но то, что это непродуктивно, это тоже понятно, и найти какую-то вот, ну, лазейку как-то уметь лавировать, вот как-то оплывать вот эти вот острые углы, почему я на таком каком-то странном для вас, наверное, позитиве, потому что, во-первых, я верю, я, ну, как бы, свято верю в то, что в том виде, в котором культура сейчас на самом деле эволюционировала, даже в одном из онлайнов мы обсуждали конкретно камерную музыку. Да, я помню, и с Мишей, собственно, тоже вы говорили. С Мишей мы говорили, да, но вот мы постоянно к этому отвечаем, что камерная музыка буквально пять лет назад, каких-то там пять лет назад, она была в Москве, ну, просто, ну, вообще нигде, то есть вот ниже Плинтуса, ее не было, она процветала в Европе, но здесь вот, ну, шаром покатит. И вот за это время появляются классные составы, которые прям вот берут и играют вот все подряд, и классно играют, выигрывают конкурсы, ну, как бы, я сама оказалась в этой струе, открывается лофт, да, там, как бы, мы там тоже этим браком и так далее, и так далее. Много чего было. И сейчас просто уже понимая, что столько было в это вложено, понимаете, даже как-то логически это не проходит, не может быть так, что по каким-то причинам захотят от этого избавиться вот прямо на корню. Это так не бывает. Иначе тогда зачем строили? Ведь вкладывали деньги, ну, понимаете, да, то есть на всех уровнях. Открываются детства. Можно я уточню, от чего избавиться, я не понимаю. Ну, вот от, да, от того, как это было до карантина, да, от вот этой формы, то есть это к вопросу, вот, который я, собственно, поднял по поводу Полины, потому что Полина говорила, ну, просто они скорее говорят об образовании вообще, да, не только об музыкальном, да, и не только о музыкальной вот этой среде. Потому что, понятно, конечно, люди никогда не перейдут полностью, ну, я надеюсь, что я этого не увижу, по крайней мере, как, что люди вряд ли перейдут на, вот, только в онлайн и на концерты перестанут ходить. Конечно, это, ну, слабо себе представляет, потому что вот даже мама моя, вот, я не знаю, смотрит она или нет, вот, но она вот говорила мне, буквально позавчера писала, я так хочу уже послушать живую музыку. Ну, вы понимаете, что есть абсолютно другие люди? Конечно, конечно. Люди, которые хотят избавиться. Да, мы это понимаем, и более того, ты знаешь, даже страшно об этом думать, потому что таких людей, к сожалению, больше, и они реально не понимают, зачем столько, как бы, да, пены вокруг вот этого всего нашего эфемерного богемного мира, да, то есть, что мы делаем? Ребят, я просто хочу, чтобы вот вы оценили как бы мою пламенную речь. На самом деле, да, роль музыканта, она в чем? В том, чтобы давать духовную пищу. Давайте не будем об этом забывать, да, то есть, как бы, сейчас человека свернули, то, что вот он ходит от кровати до холодильника, да, в общем, то есть, вот, вот, на протяжении 60 дней, как макака, в принципе, да, ну, так, плюс, ну, тут-то книжку почитать, но они свернули нас до состояния выживания, а культура – это вот уже какая-то надстройка, и, в принципе, это очень выгодный сценарий, потому что человек без культуры, он превращается, ну, в такое стадо, в общем, да, поэтому наша задача, вот даже вот в этих нечеловеческих условиях, за неимением возможности выйти на сцену, любой ценой заниматься просветительством, то есть, понимаете, онлайн можно повернуть все равно в свою сторону, в свою пользу. Я недаром здесь говорила, вот, Катя, тебе и Тибером тоже, на всякий случай, вот, повторюсь, влоги, есть какие-то блоги, просветительские там, лекции, каждый, ну, артист, он вообще уникален, да, то есть, вот, я очень горжусь командой Loft Philharmonia, потому что молодые, приятно о них смотреть, приятно с ними разговаривать, абсолютно не зашоренное мышление, да, там, в 99,39% случаях, оставим какой-то там люфт, ладно, так уж и быть старовером, как я говорю, но, но, в принципе, да, все очень живо, все очень, как бы, может быть, и поэтому, мне кажется, что каждый из нас, там, да, обладая этим гаджетом, ведь все равно изо дня в день, честно говоря, пользуемся, да, иногда непродуктивно ими пользуемся, иногда многого не знаем. Чаще, я бы даже сказал, непродуктивно, чем продуктивно, да. Ну, Рома, о непродуктивном, как бы, использовании мы чуть попозже поговорим. Вот, я просто, я хочу вот вас призвать, потому что я полностью понимаю позицию Кати, как бы, Рома, такой более либерального, скажем так, склада, потому что, Рома, ну ты скрипач, понимаешь, скрипачи... Я центрист, как Путин, просто, вот. Я между всеми всегда. Не, пианисты, просто, они идут сразу, значит, ну, как бы, убивать. Да, у них одна дорожка, у них вот такой вот... А скрипачи, они, как бы, такие, знаешь, ну, в общем, в принципе, как бы, тоже напролом, ну, так оно, как бы, может быть такой, значит, сексуальной походкой напролом, я бы сказала, вот так. Да. Поэтому, ребят, вот вопрос мой следующий. Как вот вы отнесетесь, если я вам скажу, каждый из вас, вот конкретно, да, вот вы вдвоем, вы можете что-то сделать, сделать какой-то сейчас вклад. Все равно, подай что-то аудитории. Вот, что-то приходит в голову? Ну, я просто помню, что... Ну, это, возможно, прозвучит нескромно, я не знаю. Вот, но на самом деле, вот, просто это не получило большого отклика в соцсетях, на которые я, в принципе, и не надеялся. Но, дело в том, что вот у меня есть квартет, с которым мы много-много лет уже играем. То есть, с самого начала... Это Матис, который я не пишу. Он Матис, да. Он Матис, вот. То есть, он сначала был Матис, а теперь он Матис. И кота моего тоже зовут Матис, собственно, вот. Потому что купил... Моих котов зовут Матвей и Матис. Да, то есть, у нас практически... Вот. Так вот, вот мы с моим квартетом. Нам очень нравится квартет Пиндерецкого, один из, третий, а именно. И мы его играли впервые на госэкзамене, еще в консерватории, потом на конкурсе на всероссийском. Вот. И впоследствии мы его записали, это было на каникулах новогодних. И вот во время карантина как раз умер Кшиштоф Пиндерецкий. Вот. И вот буквально в эти же дни, буквально там за неделю, по-моему, до этого пришла нам запись вот эта готовая. То есть, это делала девочка, студентка из Гнесинки. Ну, все знают, что в Гнесинке можно позаписываться для практики вот этих звукорежиссеров, которые там учатся. Но девочка сделала действительно хорошо. И я это выложил у себя на странице в Фейсбуке. Вот. Музыка действительно очень хорошая. Записи ее мало. Хороших столько же, сколько есть, в общем, записи в открытом доступе. Но наша тоже хорошая. Анна Романовна Инчишина, я не знаю, если ее кто-то знает, она преподает в квартет, преподает в консерватории. Ее знают все, и все ее очень любят. То есть, да, абсолютно потрясающая вообще женщина, которой я благодарен. Я у нее учусь уже вот с колледжа, то есть уже, наверное, больше десяти, да, получается, больше десяти лет я у нее учусь. Вот. И не устаю восхищаться. Так вот, она одобрила эту запись. Вот. Так что я вам... А еще мало кто знает, вот таблоиды не врут. На самом деле, Анна Романовна Инчишина, прекрасная, сильно профессионала, тоже она участвовала в Лофт Филармонии, как бы со своим, соответственно, руссквартетом, да? Чудесным, да. Чудесным. Так вот, хочется отметить, что характер у Анны Романовны огонь. Поэтому просто так это хвалить не будет. Не будет, вот. Потому что в истории просто непонятно. То есть я не знаком, что как бы чем ты гордишься, что у тебя препод, тут подоплека гораздо круче. Это такая скрипачка просто, она такая вот, ах, вообще, на коня наскоку остановит. Вот такой вот характер у человека. Это правда. Это правда. Вот. Да. И вот по поводу твоего квартета, кстати говоря, и твоего контента, и отношения к нему. Ну, я не могу, я просто вот буду себя ругать, если я не вспомню. Когда-то вот помнится, вообще, черти, когда разлетелась по интернету другая зато запись, которая была, ну, другого характера, другого склада. Тоже была запись. По-моему, по-моему, это было в Архиповском салоне. Да? Какой-то был такой юмористический ролик, что-то такое было. А, да-да-да-да-да. Точно. Это же было... И ты знаешь, я просто к чему, к чему как бы призываю? К тому, что, разумеется, там как бы своя свадьба, в этом серьезнейшем, хорошо сыгранном квартете Пиндерецкого свадьба, кажется, своя, но там ты смог как-то, вот, понимаешь, ущипнуть аудиторию, что они на это отреагировали? И вообще там какое-то колоссальное количество просмотров. Ну, может быть, у нас чисто в Пиндерецком не так. Просто, может быть, его не так ценят. Мы будем продвигать. Рома, нужно было, понимаешь, сработать как продукт-плейсмент. Нужно было один контент привязать к другому и сказать, ребят, вы помните этот каламбур, да? А вот, а вот, а вот, скажи мы, да? То есть, я понял, в следующий раз я буду к тебе обращаться за уроками менеджмента. Нет, это правда. Вот, как продвигать контент. Это, видимо, очень важно. Это был просто легкий такой дружеский совет тире ирония. Вот, Катя смеет, потому что, на самом деле, сейчас у меня будет к вам совместный вопрос. Катя, ты зря отключилась. Вот, я о тебе ни в коем случае не забыла. Значит, ребята, ну, минутка Московской консерватории сейчас ворвется в вашу жизнь. Вот, знаете, я очень стараюсь наблюдать, вообще так, мониторить ситуацию, ну, как бы, своих игроков. Да, мне интересно, чем вы занимаетесь, где-то какие концерты, какие программы, с кем у вас сотрудничество. Ну, в общем, все-все-все-все-все. И помните, вот, относительно недавно, может быть, это был ваш совместный один из последних концертов, да, там, седьмого февраля. Февраля. А как ты вообще, может, помните? Потому что мы с тобой встретились тогда, Катя, накануне, если ты не помнишь, это было в Катерине. Я помню. Я помню, как ты мне пламенно рассказывала о программе и взахлёб говорила об участии, что это и Рома, что это там и Миша, и Арсений, ну, в общем, и Арсений, и Ваня, и что, в общем, там просто звёздная команда, и действительно, как бы, я всех знаю, да, и ты мне называешь программу. Триочековского, мне не изменяет память, потому что Эвелин у меня его играл, и у меня просто это отложилось на подкорке. И, наконец, Барток, да, который и даёт название этому концерту, вот что-то я помню. Но самое главное, что я хочу вас сказать, почему на афише нет фотографий? Я не знаю, почему. Фотографии все отсылались, и должны были бы идеи быть, но не сложилось почему-то. И вот из этого большой вытекающий вопрос, наверное, вот больше и к тебе, Катя, хотя кроме тоже. Как вы, сыграв вот этот, например, концерт, ну, поскольку он такой, совершенно свежий, назовем его так, оцениваете ситуацию с интересом камерной музыки в сценах в консерватории. Вот я бы хотела, чтобы мы об этом с вами поговорили, подняли этот момент. Давайте. Ну, учитывая, сколько камерной музыки звучит в сценах в московской консерватории, я думаю, что всё с интересом прекрасно. Что тут, если, если ты хочешь вывести меня на разговор о какой-то проблеме, нет-нет-нет, я просто поясняю, то я хочу сразу сказать, что дело не просто в отсутствии, допустим, интереса конкретно к камерной музыке, нет, такого точно нет. Подожди, ты говоришь об интересе участников или об интересе, так, вы отключились, чёрный экран? А ты о какой-то говоришь? Не знаю, что произошло. Подожди, давайте, как бы, разделим церковь от государства. Что случилось? Это камера фронтальная, поверни её обратно. Сейчас, Алиса, извини. А, вот. Так, у нас тут техническая неполадочка одна. Да. Разговор становится всё горячее и горячее. Да, так вот, вопрос, давайте разделим. Церковь от государства, значит, отделяем. Отношения студентов, педагогов, как бы, то есть, участников, музыкантов. Разумеется, позитивно. Разумеется, позитивно. Так, что же не так? Я хочу, как бы, вывести вас на такой откровенный разговор. Почему? Концерты камерной музыки, прекрасной музыки, остаются, вот, как будто бы, где-то в тени и не востребованы. Почему я так и думаю? Удивительные вещи происходят, прекрасные исполнители на сцене, программа сказочная, но почему-то в зале, например, Рахманинаском или Малом, сидит обычно 50 человек, а зал, например, на 350. Посчитали, да? Я бы сказала, я все-таки не могу сказать, что происходит вот обычно, вот обычно 50 человек, все-таки это, ну, бывает, достаточно часто. Ну, это чаще, действительно, да, мне кажется, что это очень часто. В последнее время действительно часто, мне немножко сложно судить, это, так сказать, ну, просто какая-то ситуация, какая-то случайность, какая-то, ну, мало ли, да, ну, вот не сошлось, или в этом есть что-то, так сказать, системное. Есть некоторые, так сказать, моменты, которые могут указывать на то, что есть некоторая, скажем так, системная ошибка или системная проблема, но это сейчас речь даже не о концертах камерной музыки, я возвращаюсь как бы к больной, ну, возвращаюсь для себя к больной теме классных вечеров, которые сделали платными для посещения, хотя всегда традиционно они были бесплатными, вот, и залы всегда как бы ломились, вот, а сейчас так произошло, что, ну, публика просто отвадилась, как бы, ходить на эти концерты, но это, ну, я так мельком про это говорю, потому что, ну, подробно не стоит сейчас это обсуждать, то есть, вот, скажем, здесь, очевидно, так сказать, некоторая система, было такое-то действие, которое привело к такому-то результату, вот, что касается остальных концертов, ну, я просто как бы хочу помочь, может быть, даже чуть ответить на этот вопрос тоже тебе, потому что мне кажется... Нет, я просто не о всем хочу говорить, скажем так. Нет, ну, я могу сказать, нет, я могу сказать просто добавить то, что для меня удивительная ситуация, потому что зал находится, ну, просто напротив Кремля, как бы, да, то есть, в общем-то, Большая Никитская, вторая улица по значению, да, после Тверской, ну, в общем, это совершенно не укладывается в голове, и интерес камерной музыки, ну, я там, я смею судить даже по локте, он есть, то есть, как бы, ну, об этом говорить, что людям это неинтересно, это легче всего, так сказать. Понимаешь, ты проводишь активную работу по привлечению людей в эти залы, то есть, понятно, что интерес есть, но этот интерес, он вот доходит ровно до того, ну, смотри, то есть, я, предположим, я обычный человек, вот, как я себе это вижу, да, я бы, может быть, хотел сходить вот на концерт классической музыки или камерной музыки, да, если уточнять, ну, вот как-то, пока мне это не пихают куда-то в телефон или куда-то еще там, да, я, может быть, и не пойду, потому что, ну, что-то, куда я сейчас полезу узнавать, искать, вот это все, понимаешь, а ты, поскольку проводишь работу такую вот по привлечению именно публики, люди, конечно, с удовольствием идут, потому что они действительно этого хотят, вот, то есть их нужно, видимо, к этому подталкивать, чего не делает, на мой взгляд, Московская консерватория, вот, потому что, вот, даже сейчас, вот есть фестиваль возвращения, мы все знаем, да, он забивается, но это, опять же, ну, как я себе представляю, это, видимо, примерно все одни и те же люди, что хорошо, что у фестиваля есть своя публика, прекрасно, они ее заработали, вот, это, это потрясающе, потому что они действительно продают билеты, да, сейчас появился новый вот этот фестиваль, абонемент притяжения, да, мы тоже все знаем, вот, и действительно сложно, даже, вот, даже люди, которые заинтересованы в том, чтобы забить зал, да, кто это делает, там, Федя Безносиков, Миша, Фейман, Даня, Коган, да, они вроде бы стараются, но действительно бывает иногда тяжело набить зал, за деньги, да, вот, то есть бесплатно, да, мы наводим по пригласительным людей. Нам даже Атель написал, что да, рекламы нет, ребят, но я хочу вам напомнить, смотрите, вот, опять же, не в сравнении, ни в коем случае, да, принимаю то, что ты сказала, в общем, все правильно, рекламы нет, но намоленное место, то есть место, как бы, с такой историей, что, ну, поколениями, то есть, понимаете, была бабуля, которая водила своего внука, бабуля не стала, внук стал уже старше, у него свои, как бы, там, дети, да, и все это, как бы, поколение, образованные семьи, они вот по цепи, как бы, продолжают ходить. Как же так получилось, что вот эта вот цепь прерывается, я не верю, что все стали резко слушать рэп, даже если они слушают рэп, они, мы так же могут слушать классику, мы же это прекрасно понимаем, что одно, но, может быть, даже не так. Это точная статистика, что очень сильно упала посещаемость концертов. Просто я не могу, я не могу... Просто Кате, как я понял, если я правильно понял, Кате, кажется, что очень много концертов вообще, то есть, это не минус, но в том смысле, что расплывается, нет, публика? Нет, я не то, нет, я не то говорю, ну, скажем, был концерт, где было мало публики, через какое-то время тоже был концерт, было мало публики, я была расстроена, потому что один концерт был мой, другой концерт был, где играл Александр Израевич Рудин, и я была совершенно поражена, что там был просто поразительный концерт по какому-то вдохновению, по всему, просто удивительный концерт, ну, вот настоящее какое-то сокровище, честно, вот, а людей совсем не было, и, конечно, в тот момент я была как-то расстроена, разгневана, и тоже что-то писала, что-то публиковала, вот, но все-таки такие вещи нужно смотреть, ну, в каком смысле научно, то есть, в принципе, нужно иметь статистику, хотя есть подозрение, что, да, действительно не очень ходят люди, стали меньше ходить в консерваторию, но я хочу еще такую вещь сказать, что консерватория, она, скажем так, консервативна, как бы странно, да ладно, и в этом есть, естественно, и плюсы, и естественные минусы, как в любом достаточно обширном, так сказать, явлении нашей жизни, я не закончила, я забуду мысль, сейчас, сейчас, я просто забуду, вот, и у нас всегда было в традиции, ну, скажем так, не продвигать себя, некоторая такая скромность, и это было привито долгими, так сказать, вообще годами, десятилетиями, вот, или высокомерие, некоторые, но это уже, это уже, если мы сейчас в философии, то это уже вообще, вот, и мне кажется, что вот это вот, вот это вот зерно, не продвигать себя, оно немножечко есть, в этом есть свой, не только плюс, но и какое-то очень такое, настоящее, человеческое лицо, потому что, ну, как бы, настоящее не должно себя продавать, это плохо, с точки зрения, с точки зрения, современного мира, но в этом есть, так сказать, своя, ну, как высокая поза, скажем так. Сказано хорошо, просто вот тут, опять в комментариях нам написали, что вот все ходят на концерты Бельканте. Да, и Петя, Петя с Полиной, как бы, в этом абсолютно правы, ну, как бы, что бросается в глаза, что, типа, и занимаются пиаром просто, что они просто кидают это по подписчикам, то есть даже там, такой список, мейлинг, такой лист, как бы, да, по которому они бомбят просто людей, но, знаете, какая там, качество концертов, при всем уважении, ладно, бывает плюс-минус, но, как бы, в общем, все понимают, о чем я говорю. Второе, качество публики. Вы понимаете, о чем я говорю, что качество публики, как будто бы их только что, вот, с Курского вокзала, просто сказали, дали денег, чтобы они слушали, вот, ну, такое ощущение, причем люди сами пришли добровольно, непонятно за те. И скажите, вот, а такой подход, это нормально? Ну, это тоже, по-моему, не очень нормально. Видимо, как во всем нужно искать какую-то середину, понятно. Просто, вот, опять же, к вопросу, вот ты говорила про намоленное место, и я вспоминаю просто многочисленные опыты в своей жизни, когда ты с кем-то знакомишься, и говоришь, вот, опять же, да, вот это намоленное место, это три места, на самом деле, это концертный зал Менчайковского, это Гнесинка, да, и это консерватория, которые слились, значит, в одно место, потому что ты говоришь, я закончил консерваторию, тебя спрашивают, а, Гнесинку, вот, и, и, опять же, мы все знаем этих людей, которые пришли в, значит, концертный зал Чайковского, на Большую Никитскую, да, вот, то есть, это регулярно происходит, поэтому, опять же, говорить о том, что это место намоленное, не знаю, ну, отчасти, да, но я думаю, что тех людей уже очень мало, и вот Саша нам пишет, что плохого к публике с вокзалом, мне кажется, мы просто должны ответить на это, вот. Пожалуйста, если ты хочешь ответить, я тоже потом могу ответить, что в ней плохо. Вот, я хочу, чтобы ты, потому что это был твой тезис, вот. Знаешь, ты такой фразой, кто подставил кролика Роджера? Нет, мне просто интересно, действительно, мнение. Что плохого в публике с вокзала? Да нет, в общем и целом, наверное, ничего плохого, но просто по факту люди приходят, и они реально не понимают, куда они приходят, до такой степени, что начинается просто перформанс во время выступления, то есть, представьте себе ситуацию, мы должны радоваться, что люди пришли, с этим у меня вопросов никаких нет, но представьте себе сценарий дальше, они во время исполнения, минут через 15, а то и 20, то есть, когда произведение, я хочу отметить, не закончилось, подрываются со своих мест, с пакетами чипсов, это я утрирую, как бы, шурша пакетами, разворачивая все конфеты, которые у них есть вообще с собой, с матюками, да, как бы, потому что они туда пришли вообще, куда хотели, они начинают выходить, потому что кто-то оказался случайным пассажиром, как бы, он купил не тот билет, не в то место, такое часто бывает, я думаю, что вот сейчас не будут отрицать этот момент, наверное, вот этот вот, ну, как бы, меня вот это смущает в первую очередь, да ничего плохого, им нужно, что их нужно приобщать к культуре, если они не знают. Ну, то есть, мы как бы должны это, так, немножко на это смотреть сквозь пальцы, да, так, как раз. А случай с Роджаповичем знаете? С случай с Роджаповичем? Какой? Ну, наверное, знаете, а может нет, 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 нет. Но в советское время, естественно, все советские музыканты, они были обязаны, так сказать, ездить на, играть концерты, на всяких учреждениях, так сказать, там, перед, ну, перед людьми, которые не имеют к музыке никакого отношения и совершенно не имеют понятия, что это такое, что такое концерт, вообще не имеют никакого понятия. Ну, вот он начал играть, где-то там, не знаю, где-то, где-то, не знаю, может, на каком-то заводе, вот, и они начали разговаривать, вот, которые его слушали. Он начал играть громче, они разговаривали все громче, чем громче он играл, тем громче они разговаривали, И потом он просто начал играть в пианиси Они его начали слушать То есть он как бы Мораль в том, что он заставил Заставил, да И, собственно, ответ Что плохого публики с вокзала В том, что она просто не в теме совсем И может просто Получиться абсурдная ситуация А вот написал, собственно, Ярик Ярослав пишет На концерт культового дирижера Ну понятно, кто имеется в виду Просто ради галочки А потом уходит после первого отделения Ярик, я тебе отвечу красиво Это хуже На самом деле, вот эти две истории Очень парадоксально Но их нельзя сравнивать Потому что вот та публика Давайте все-таки опять же разделим Они вообще как бы, ну они слепы У них просто какие-то повязки на глазах У них шоры полнейшие Потому что вот они забивают, видимо, в гугл Что сейчас модного в мире классической музыки Вот куда надо идти Денис Леонидович, Теодор Курензис Кого я забыла? Юрий Абрамович Нет, ну Юрий Абрамович Там далеко не первый идет в списке Там дальше, причем уважение Валерий Гергиев, да, как бы Ну и так далее, да Загибаем пальцы обеих рук В лучшем случае А может быть только одной Получаем вот эту вот публику Для чего они идут на концерт? Вот Ярик задел Другую интересную тему Они идут сделать селфи Как бы, да, с тем, что Я нахожусь там, типа, в БЗК Я нахожусь там, не знаю В концертном зале Чайковского И все зашибись Я послушала вот такой вот концерт Они уходят реально после первого отделения Потому что это, в принципе, не наши пассажиры Но опять же, отношение какое? Типа, заплатил за билет Сделал селфи Значит, был на концерт Значит, все нормально И это такая же проблема Просто это нельзя смешивать Как бы с вокзальной, скажем так, публикой Вы знаете, мы, по-моему, задели Очень такой серьезный нарыв И для того, чтобы как-то красиво закруглить Хочу сказать, что, безусловно Очень много зависит от самой организации От ее пиара И, наверное, даже от руководства Когда задача поставлена Вот я приведу пример Который сейчас всех очень убедит Московская филармония Наряду с другими организациями Как им удается продавать концерты Я не хочу сказать любые В принципе, они к этому... Ну, нет, у них действительно Часто бывают хорошо наполненные залы Да, то есть, как бы я... О чем хочу сказать? Что грамотно подобрана команда Людям поставили задачу Очень четко и ясно И инструменты, которые они применяют Они тоже абсолютно прозрачны К тому же Не будем забывать, что в любом проекте Существует продюсер Или, скажем так, креативный какой-то директор От личности которого Вообще от его окружения С кем он общается Как он делает эту рекламу Очень много зависит То есть, иногда бывает так Что вот новая публика Да, допустим, та самая Бульканта, наверное, этим не занимается Может быть, они не так глубоко копают А может быть, им это вообще не близко Ну, мало ли что, да Они не видят, ну, как бы в этом Никакого, вероятно, потенциала Вот есть концерт Есть задача его как-то там продать Ну, как вот есть там яблоки, да, на прилавке Вот их надо вот по одному И вот так же с концертами Здесь это не работает Это неправильно так вот предлагать культуре На мой взгляд То, как это запаковано в филармонии Это работает Плохо или хорошо, но оно работает То, как это, допустим, не поставлено на поток В консерваторе Опять же, я вижу причину очень простую Это просто не та команда Потому что инструменты, да, вот, ну Онлайн-продажи Ну, мы же не будем сейчас поднимать Что кнопки элементарно на сайте Для того, чтобы купить билет Они просто иной раз не работают То есть, человек реально заходит Говорит, я хочу, хочу Это вроде работают Ну, не всегда же Бывают же ситуации, когда человек Да, это классическая ситуация Сколько раз так было с моими друзьями Которым приходилось идти в кассу А касса говорит Извините, мы до пяти концерт в семь Мы до пяти, а концерт в семь А два часа куда? А вот так То есть, понимаете, да, вот Палка о двух концах Что, получается, они не борются За своего посетителя За своего потребителя Так это назовем Вот Но я, кстати, хочу рассказать Одну историю очень комичную Ты говоришь, что путают Ты говоришь, что казачи находятся На Большой Никитской, да И все это получается Такой винегрет Однажды я сидела напротив консерватории Там такие лавочки Значит, недавно поставили Относительно И вот я сижу, смотрю на Петря Ильича Значит, дорогу, собственно Большая Никитская Ну, я так рефлексирую И проходит парочка Такая молодая Он и она И он так ей, значит Ну, естественно, экскурс Экскурсовод Режим экскурсовода И он так ей В сторону Чайковского Говорит Дорогая Вот видишь, это Чайковский Она такая Да-да-да Ну, явно такая свиданка И он говорит А вот видишь это заведение Она такая Да Это дом музыки Я такая говорю Ну, поскольку я тогда работала В доме музыки Мне прям запомнилось Ну да, это уж совсем Просто я сейчас, знаешь Я на самом деле подумал Вот пока мы разговаривали У меня вот еще какая мысль пришла В чем может быть Проблема консерватории Относительно вот концертов Да, наполняемости залов И всего остального Я сейчас пытаюсь Я, то есть, конечно В любом учебном заведении По всему миру Конечно, есть залы Вот только Наполняются ли они лучше Значительно лучше Чем в консерватории московской Я не знаю Просто я, во-первых, не знаю Такого примера Чтобы в учебном заведении Одновременно было Такое количество И такое качество Залов, да То есть, по значению Эти залы Для города и для России На каком уровне находятся Ну, что мы будем сейчас вспоминать Да, в Джулиарде Не такой, да, зал В Королевском колледже Наверное, тоже Я не знаю В Германии Как с этим Просто мне кажется Что это тоже очень влияет Вот именно Ну, просто традиционно Консерватория была Не только учебным заведением Но и, так сказать Так сказать Концертными залами Главными, так сказать В стране Вот смотрите Тут еще парочка комментариев Давайте уделим внимание аудитории А то они обидуются Да, я смотрела Оно много публики Даже в концертах Не самых раскрученных Волнителей Это объясняется тем Что музыка остается Престижным для вас Поясню Есть и на этот у меня Вопрос-ответ Смотрите Не многие замечают Но Ну, как бы Часто достаточно Московская филармония Берет под патронат Само помещение Большого зала Консерватории Да, да, да Филармонические концерты Да, это филармонический концерт Действительно То, о чем вы написали О чем вы говорите Совершенно Это абсолютная правда Но Это не всегда Становится правдой Когда этим занимается Консерватория И их концерт То есть вопрос в рекламе Получается Ну, получается Вот в том, о чем я сказала Команда и так далее Дальше Вот есть чем Есть еще публика Которая как бы И ходит регулярно Находят только Ой, куда-то все исчезло Находят только куда На известные произведения И А на что На что-то менее известно Ну да Не менее, видимо, хорошее Но это больная тема Да, это правда Ну смотрите Опять же К чему мы возвращаемся Вот Кто-то А, собственно, не кто-то Я вспомнила Кто из вас, Катя Сказала о том, что Люди не привыкли заниматься Ну, как бы Самопиаром Да, назовем это таким словом Ну, в консерватории В консерватории, да Да, вот давайте Плюсы и минусы Вот я изложу свою позицию А вы, например, со мной Резко сейчас не согласитесь Предположим А почему? Вы проходите Определенный Курс обучения Да Вы на протяжении Этого курса Выигрываете Ряд престижных состязаний Вы занимаетесь Под патронажем Как бы Такой профессуры О которой Многие люди Вообще Только мечтают То есть пятый видит вообще Чтобы быть на вашем месте Потому что Алиса Самопиар и высокое искусство Две вещи несовместные Это действительно так Это неправда Нам, конечно, приходится жить Ну Ну, подожди Я же это думала не просто так Что, типа, давайте займемся Самопиаром И на этом заканчиваем Не в этом Я это говорю В привязке к тому Что вот Задали вопрос конкретно Про произведение Который Публика не знает То есть не третья Соната Брамса Для скрипки Да Не первый концерт Чайковского И так далее То есть смотрите Получается, что тот человек Который в этом принимает участие Он все-таки должен иметь Какую-то, ну так сказать Визовую историю В этих социальных сетях Потому что Вся публика Ну, другие профессии Они же так или иначе Понимаете Во всем этом варятся Сейчас же Этот маркетинг Да Ну, нельзя ее отрицать Это с начала 20 века Так Экономическая сторона Жизни Искусства Это же было открыто Не вчера И почему, например Во многих случаях Запад В лице, там, не знаю США, да Или Европа Они намного в этом успешны Потому что Они пошли Очень хитрым путем Все объясняется В одно предложение Наряду с очень известными Произведениями Есть у них такая практика Когда ставится, например Современный композитор Раз И поставили фитюрку Так закинули Пробный шар опять же И публика Ага Там, например Ну, в нашем случае Это могло быть На какой-нибудь, не знаю Там, сто лет назад Леша Курбатов Когда он только, допустим Начинал там Своё становление Сейчас его в наших кругах Разумеется знают Но опять же Назови его фамилию Где-нибудь западет Прекраснейший композитор Прекраснейший пианист Могут сказать А что, не слышал А вот не пойду, да А вдруг это будет Там, не знаю Какой-нибудь второй Шнитке Или что-нибудь из этого Люди боятся определенных вещей То есть к чему я веду Потому что, вероятно Сам исполнитель Может очень на многое влиять Как мне кажется То есть, понимаете Если глобально сказать Моё мнение Что музыкант Вот само это понятие Артист Он не должен Студиться этих вещей Именно вот В сегодняшний день Потому что От нас, дорогие друзья Очень много зависит Насколько это будет Жизнеспособно То есть Высокий контент И та самая Благая цель Элитарная Она никуда от нас не уйдет Мы же Мы же Не поменяемся Мы же останемся собой Просто мы Скажем Об этом людям Так что же здесь Я понял Вот смотри Да, у меня На самом деле Очень много родилось Что ответить Я не знаю Опять же Катя будет со мной Соглашаться или нет У меня еще не родилось Я просто понял Я понял Как это все Дело резюмировать Ну не так Немножко Как я вижу То есть Ты говоришь о том Что сейчас Вот сменилась Так сказать Эпоха Да Добавилось Очень большое количество То есть У нас по сути Добавился еще один мир Как параллельный вселенный Да Вот этот вот Виртуальный мир Вот В котором Музыки То есть Она сама там не появится Да Классическая музыка Ну вот Академическое искусство Так скажем Вот И Мы Занимаясь этим Идем к какой-то высокой цели Да Вот Мы Это искусство Ну может быть Несем в массы Или просто его несем В принципе Да То есть Являемся Такими хранителями Вот этого огня И ты говоришь о том Что сейчас Раз у нас такой вот Период Переломный Да Вот То есть Эпохи меняются Меняются средства И все Все очень активно Мы должны сейчас На время эту цель Не оставить Но как бы держать ее Немножко в уме А сейчас Не дать Так сказать Людям уйти от нас Вот так Вот как я понимаю То что ты говоришь То есть мы должны Сейчас их немножко удержать А потом опять Вести вот к этой К нашей высокой цели Правильно Ну в общем и целом Да Потому что смотри Ну как бы Никто же не дашь соврать У нас нет концертов Ну нет То есть то что Каждый из нас занимается И поддерживает Свою психику И форму Да Это понятно Что мы готовы Хоть завтра выйти Вернуться Но что происходит В этот момент С аудиторией Вот даже Ты сам сказал Да Вот о своей маме Что я бы пошла Послушать концерт вживую Но даже от этого примера Уже можно оттолкнуться Что для того Чтобы как-то Ну Понятно Ты можешь ей сыграть Грубо говоря Да То есть все Твоя мама В более выгодном положении Но Любой другой человек Он же не Человек ленив Он не пойдет Гуглить что-то Искать там В ютубе Ну один разок Может пойдет А вот если он Допустим Там подписан на тебя Был он в концерте В конце концов Можем даже привести В пример Твоих друзей Там Или кастинных друзей Которые не музыканты Да Им нужна какая-то От вас поддержка Да Какой-то фидбэк Что вот это вот Я советую Да А ведь как мы Понимаете Это же тоже такой прием Не то что маркетинг Это чисто человеческий маркетинг Тарафанное радио Называется Самый эффективный Инструмент маркетинга На сегодняшний день По-прежнему Ну вот и получается То есть мы как бы Все встаем Вот перед таким вопросом Либо мы Пиарим Пиарим Точнее да Либо мы Не делаем этого Потому что мы Ну как бы Потому что мы выше этого Да Гугли То есть это просто Депозития Я говорила Ну как бы Озвучила Эту позицию А можно у меня Такой вот маленький Под вопрос Пока сейчас Катя начала Не от себя как бы Ну отчасти Я просто имела ввиду Что может быть заложено Вот как бы Что является одной из причин Скажем Почему в консерватории Есть какие-то Не знаю Проблемы с публикой А в том смысле А я понял Вы искали причины То есть это не Катяна позиция Ну отчасти моя Отчасти А можно Можно маленький Под вопрос Вот ребят Вы Никогда Просто поставьте себя Даже в чем-то на мое место Вот смотрите У вас есть Много Достаточно музыкантов Которые вот Сыграли в локте И как бы Вам нужно всех их выложить Вам нужно всех их прорекламировать Да как бы Все разные Не может все нравится Да вот на все там 200-100% То есть насколько Вопрос очень глубинный Насколько часто Или вообще приходило ли вам в голову Сделать рекламу Там не какого-то своего Ближайшего друга У которого Завтра концерты Просто там типа Эй Ты можешь там короче Как-то репостнуть Мы по брату Ты такой Да конечно А вот именно Свое побуждение То есть не когда вы там Да Постите Там Плетневые Там не знаю Острые какие-то Записи там находите Ну то есть Такие глыбы Которые вот просто неоспоримы Вот они появляются на вашей Там странице И вы такие Я царь Классно все А вот кого-то рядом с собой Приходило в голову? Нет? Или как бы это все Вот такой просто наш мир Когда это в любом случае Конкурирующая фирма То есть Не со зла Ну просто на подсознание Что типа Ну вот Себя пиарить не буду Вроде как стыдно А вот тоже кого-то У них классная программа Ну вот я знаю Я молодец А все остальные Ну Ты имеешь ввиду Не приходил ли этот То есть Без просьбы Вот от этого человека Правильно? Да Без просьбы Вообще Слушай Ты сейчас Все интересно спросил Да У нас заканчивается А вот сейчас Сейчас мы должны будем Да на самом интересном месте Прерваться Друзья Я вас благодарю Я аудиторию говорю И переходите в следующее окно Потому что у нас сегодня Жарковато стало В нашей стране Ребята Вы не устали? Нет? Мы продолжаем? Нет Мы не устали Мы только Мы разогрелись Долго мы раскачивались Целый час на вас Ух Ладно Все Давайте Сейчас увидимся Да Итак Мы продолжаем У нас сегодня Супер горячий Прямой эфир Прямо вот Очень много Вскрылось таких тем О которых Не принято Как правило Говорить в нашем музыкальном обществе Но почему бы И не поговорить Поскольку Каждый на самом деле Музыкант Может повлиять на ситуацию Мое мнение Потому что Ведь Артист Это и просветительство Это и непосредственно Исполнительская часть Да Как бы плана Очень 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 Много задач Стоит перед Хорошим музыкантом Да Нужно помнить о том Что есть аудитория Нужно не забывать о том Что именно благодаря аудитории Мы и существуем В принципе То есть искусство ради искусства Это все конечно Очень хорошо И каждый творец знает Насколько Классно это иметь в себе Да Но есть у любого Артиста Потребность Нести это в массу И как бы в принципе Вот все то О чем мы сейчас говорим Это вот эти вот За и против Вот в этом поиске Баланса так называемого Сейчас уже опять ребят Приглашаю в студию Мы продолжим Потому что Хорошая очень тема Ой Да здрасте Слушай Алиса Вот у меня У меня было время Сейчас подумать Буквально там минута На тему того вопроса Который ты сказала Господи Можно так сказать На тему того вопроса Нет На тему вопроса Можно как бы свернуть На самом деле Ты мне сейчас просто Вот Я правду говорю Ты мне прямо Открыла глаза Потому что Вот я много раз видел Как мои друзья Там в инстаграме Где-то Они Постят свои афиши Да Приглашают на свои концерты И мне ни разу Вот за всю мою жизнь Сейчас я поправлю немножко Ни разу за всю мою жизнь Не пришло в голову Просто То есть даже Если мне нравится этот человек Да Или мне нравится Как он играет Или еще Привет Лида Вот Пишет нам в комментариях Вот И ни разу мне действительно Не пришло в голову Это репостнуть И как-то позвать Своих каких-то друзей На этот концерт Вот Ну то есть у меня было такое Когда действительно Меня просили Или там Вот на притяжении Я звал своих друзей Даже если я не играл Ну опять же Да Вот сама мысль Эта в голову не приходила Мне кажется Мы действительно Поскольку мы сейчас Все вот в сети Да Бесконечно Мы можем действительно Как-то это продвинуть В массы Да Музыкантов Типа какая-то Корпоративная Не знаю Солидарность Да Совершенно верно Это как бы на самом деле Сохранение нашего общего Такого духа Потому что музыка Да Ведь мы Смотрите Нас как бы растили Да Я поясню Откуда вот эти все Проблемы Да У нас жило в терапии Мы были маленькие Все вспомнили Да И за дня в день Как спортсмены Ты должен быть первым И мы становились первыми Ну да То есть как бы первыми И вторыми И третьими Но не ниже То есть мы всегда Были вот в этой вот Ну мы были на лошади Мы были в седле И в какой-то момент Это уже доходит до такого Ну как бы абсурда Что это прописано на подкорке То есть мы Мы не конкуренты Вообще Никто никому Пианист Пианисту не конкурент Пианист скрипачу И скрипачу И так далее Да Мы не конкуренты Почему я в этом Абсолютно уверена Потому что Каждый человек Он талантлив Ну по-своему То есть Что сказать Да Вот допустим Талант скрипача Ну в самом банальном Смысе слова Нужно для начала Как бы везде Там хотя бы С интонацией разобраться Там если есть музыкальный образ Так это вообще Уже Господь Бог Буквально Да А если он Еще и хороший человек Который например Занимается еще и Просудительством Так это не бывает Скажешь Просто не бывает А вот почему Откуда это все Вот взялось То есть я просто Да Да просто вот сейчас По поводу конкуренции Ты сказала Это действительно так Потому что То есть На первый взгляд Здесь не особенно задумываться Наверное может показаться Что если не я То есть Если я скажу Какому-то человеку Поучаствовать Тоже подать На один фестиваль Со мной Или на один конкурс То Вот он будет Моим конкурентом Даже на конкурсах Это действительно не так Потому что это все Никогда не игра С нулевой суммой Да То есть Это не Если у человека Еще какого-то будет Еще концерт И на который тоже Придет много людей Люди не кончатся В общем-то Вот так скажем И чем больше Приходит людей Тем видимо Больше шансов Что они придут И потом на тебя Да В том-то и дело Что как бы Ну мне кажется Что в нашем мире Ну может скажу Конечно очень банальную вещь Не хватает добра В глобальном смысле слова Вот простого Обычного Такого добра Почему я опять же В этом так убеждена Потому что Мест Мест хватит Нет Я тебя ни в коем случае Ни в чем Не обвиняю Не ругаю Это просто Даже моя позиция Мест хватит Абсолютно всем Именно за счет того Что артисты Они уникальны Все Я все сказала Катя Роб Проблема того Что в мире Не хватает добра Она настолько Стара Глубока И неразрешима Что Тут Тут вообще Тут вообще Как бы Нет слов Ладно Не возразишь И не согласишься Я хочу сказать Что я знаю людей Которые абсолютно Лишены Духа Так сказать Какой-то Какой-то конкуренции И какой-то зависти Там к своим коллегам Вот Так понимаете Она может быть И как пассивная Конкуренция Такая активная То есть Пассивная По сути Это то что Мы не репостим Даже нам в голову Не приходит мысль Репостнуть чужую афишу Почему Иногда Я уверен Большинство тоже Еще придет Ну а я Был бы молодой Нет Не в этом дело Но просто Всему свое время И у каждого Свой путь Вот Но почему Почему Мне кажется Вполне себе репостится И всякие разные афиши И прочее Но у меня есть студенты Поэтому для меня Этот вопрос вообще не стоит Потому что я как-то Преподавательская деятельность В какой-то Так сказать Свой Ну в какой-то Из своих Польза связями Нет В какой-то Из своих Периодов Очень Развивает Так сказать Альтруизм Человеколюбие Ну на самом деле Катя Ты просто Ты просто Топишь За свою команду Понимаешь Есть такое понятие Топить за своих Нет Честное слово Не поэтому Просто Вот Но я тоже Меняюсь И не в лучшую сторону И написали Классный комментарий Пассивная агрессивная Конкуренция Реально у меня Это вертелось На языке Но я уже решила Не коломбурить Потому что Такой накал у нас идет Что-то уже опасно Просто не влезай Убьет Сегодня опасное Нижнее окно Ребят Не знаю Короче Я знаете что хотела Я хотела немножко Копнуть Свернуть с этой дорожки Потому что Здесь в общем-то Наверное Все все поняли Да Все все поняли Вот смотрите Вернемся к камерной музыке И вообще К такой вот теме Собственно Наша самая изоляция Давайте перевернемся И больше никогда От нее никуда не уйдем А вообще Пусть будет только она Можно? Можно? Пожалуйста Сейчас это было сказано С иронией Нет Это искренне И очень печально В смысле Не в разговоре А вообще То есть Что это самый прекрасный Это правда Да Я тоже Я не могу Я его как бы покажу Вот так Я не могу Не сократить А я не буду Да Ребята Да Тут таблоиды Как бы вроде как Не врут Вычитала на днях На классикал Ньюзик Ньюз Привет Борису Дипановскому Хочу передать Очень пламенный Значит Написали там статью О фестивале Вербье Скорбная новость Об его отмене Да И конечно У нас Я должен был ехать Да Я знаю Что у нас Сидит в окнах Пассажир Который Сейчас оплакивает Такой фестиваль Вербье Сама позиция Сама позиция Меня поразила Что при такой вот Отмене Впервые за всю историю За там практически 30-летнюю историю Да Фестиваль швейцарский Известнейший Там 17 дней Да там И Академия И сам этот фестиваль И до чего там Мастер-класс Что там только нет Причем Что мне нравится То есть Академия Предполагает И молодых участников И топовых игроков Там два отчестра И даже Такое понятие Как Типа как стажировка Да Это Students in residence Да Это получается Когда 13 лет Дети там Да Я аудиторию объясняю Рома Короче дети Они могут приходить А я подтягиваю Да Ну мастер-класс Не принимать в них участие А слушать там Концерты тоже То есть посещать И потом они дорастают До определенного уровня Когда уже Арт-директор этого фестиваля Их приглашает Если они хороши Так вот К чему я веду Значит Эти ребята И собственно Сам Мартин Да Он учредил Фонд поддержки Всем стажерам Своего фестиваля То есть В эту эпоху Это Просто гениально Вот это жест Ты знаешь На самом деле Я хотел об этом Просто сказать Вот я прям шел Вот к Кате И я думал Что я должен обязательно Сказать Что вот действительно Очень радостно Что есть Вот такие вещи Я больше тебе скажу В России тоже есть Я не знаю Все ли об этом знают По-моему еще есть Какие-то Там по-моему еще Можно подать Юрий Абрамович Башмет сделал Да Это только для неработающих Это Так же как и Вербье Но тем не менее Я знаю Во-первых Я Как работающий человек Я тем не менее Подал на эту помощь Потому что Ну так сложились обстоятельства Вот Я писал администрации Этого фестиваля Разговаривал Могу ли я это сделать Несмотря на правила Что я должен быть Неработающий человек Вот Мне естественно Пошли навстречу То есть Люди вполне адекватные Вот И я думаю Что Случай с Башметом То же самое Просто Башметовская вот эта помощь Она немножко более направлена На солистов Да На солистов И на композиторов Скорее чем на Просто Обычных там людей Которые Может быть студенты Да-да-да Вот Адель пишет нам Тоже собственно Что для солистов И для композиторов Вот у меня знакомый Композитор тоже подал Мы очень надеемся Что все там получится Я считаю Что это действительно Очень важно Вот в этой ситуации Намного более важно Чем Снимать Видео Да Оркестры Которые снимают Большие там Видео Это Это так Это игрушечка Совершенно верно А это действительно Помощь Рома Так смотри Что сейчас Вот как бы Ты буквально это сказал Я просто резюмирую Что на своем уровне Люди Которые обладают Ну Определенной властью Статусом И деньгами Что самое главное Они начинают поддерживать По своей инициативе Да Вот на своем уровне А я же призываю Да Вот музыкантов Вот молодежь Да Обратить внимание На то Как мы можем помочь Мы можем по-разному Тоже помогать Да То есть я не призываю Никого записывать Оркестры в Зуме Потому что это Такая себе помощь Но есть другие опции Опять же Просветительские Опять же Такие терапевтические Практически Потому что В принципе Вот я Как могу себя защитить В этой ситуации Я просто назову Одну фамилию Рубинштейн Антон и Николай И если мы вернемся К нашим истокам А вот даже Консервативная консерватория Да Не посмеет возразить Что как-то было иначе Чем занимались эти люди Они были блестящими Музыкантами Ну как бы да Это же им не мешало Играть Антона это не сделала Да Плохим пианистом Но чем они занимались Я не знаю Нет Ну Таблоиды не врут Как бы Источники говорят о том Что это было блестяще То есть я просто к тому Что вот мы с вами Как музыканты И нам бы было удобно Вот реально Нам было бы классно Кайфово Удобно И мы бы делали это с кайфом И у нас Все бы получалось Публика бы нас любила Мы бы получали там Свои гонорары Но этого нет И мы не можем бросить Тех людей Которые вообще-то В нас вкладывали И верили И мы сейчас должны Для них сделать то же что Как Моя позиция Ну как мы можем Вот хорошо Мне кажется Мы должны тогда Раз уж пошел такой разговор Мы должны Составлять Примерный план действий И потом его Постить бесконечно В соцсетях Действительно Потому что нет Правда Это правда Ведь очень важная Вещь Потому что действительно Мало того что люди Сходят с ума в карантине Да Ну это очевидно Вот Ну вот смотри Рома Я тебе приведу Кроме всего Это себе Просто Извините Я тебя немножко перебила Просто смотри Я много чего уже Перечислила И допускаю Что ты Ну такой человек И как бы Ну Не то что специфический Вы Другие люди Вы не я У вас другие мысли Другие соображения Это нормально Другие мнения Но вот смотрите Вы сейчас буквально Принимаете в этом участие Потому что вы здесь То есть Я хотела как раз сказать Собственно А что делать Вот мы делаем Вот прямо сейчас Хоть чуть-чуть Да Ну как бы Вот это вот Да Одна из возможностей Которая просто Показывает нас Где-то там Да На пьедестале Это такое действительно Продолжение лофта Где есть модерация Где нет барьеров Да Мы сидим в онлайне Но это насколько Это живой И такой вот домашний формат По крайней мере Мне хочется так верить Не знаю Как оно вам кажется Не Мы расслабились уже А до этого Были напряжены Ну мы конечно Боялись Это все-таки ответ Очень ответственно Выходить на публику Ты что Это же Ну вы практически Два дня подряд Это вам не на скрипочке играть Да Ой прекратите Вы просто тролли На самом деле Кстати я хотела Отметить одну вещь Нет Нет честно Я искренне говорю Ребят Я заметила вот что Что от вашего Значит квартета Который Ну квартетный состав Лофта Да Как это Как это выглядит сейчас Вот вдумайтесь Да Пианист И скрипач Значит Из состава Фортепианной квартеты Знаешь Типа фараоны Такие Вышли в онлайн А вторая Ваша Половина Где-то Отлично Смотрит Онлайн И просто Подсматривает Как же так получается И кстати второй Такой контр-вопрос Я настолько подсела Алиса Но мы же тут вдвоем Потому что Да Извини Мы же должны были быть Поодиночке Мы просто забоялись Я Это Я каламбурю Но как бы Да Как отец у горох Не получается вас Как-то это Всколыхнуть У меня такое предложение Раз вы музыканты Будете говорить о музыке Йоганнес Бранс Второй и третий Фортепианные квартеты Вакансия Я жду Когда вы доиграете А правда Можно Мы с удовольствием Мы хоть Можно через неделю Мне только Предложили играть Чем 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 экстремальнее Тем лучше Нет Просто знаете Как бы Как-то вы На самом деле Немножко так Совратили мою душу Сыграя в первый Квартет Бранса Я поняла Что нужно Доигрывать Это дело И кстати говоря А где конкуренты Где Не видно Не видно Абсолютно Никто не торопится Играть Так сказать Йоганнес Ну потому что Сложно Потому что Страшно Потому что Огромный монолит Работы А вы такие фанаты И кстати Вот я хочу отметить Что при том Что у всех Абсолютно разные графики Знаете Я вот Ну как бы Отдельно хочу вас Похвалить за то Что есть Есть этот огонь Есть эта любовь Камерной музыки Что во что бы то ни стало Творить такие вещи Я сейчас говорю Как вы понимаете Уже не о Брамсе А о том Что вы сделали С Мартеком Ну привет Не будем это освещать Но тем не менее Все все помнят То есть В принципе Я так подумала Почему нет Это бы очень украсило Программу Лофта И дай бог Нас расхлопнет Я бы с удовольствием Это послушала Я думаю Что вы бы с удовольствием Это поиграли Мы просто с огромным удовольствием Брамс Это вообще всегда За абсолютно милую душу Вот То есть Тут даже Я кстати Вот по поводу Просветительства Я вспомнил Что вот буквально После этого концерта С контрастами Мы играли концерт В высшей школе Да Вот Пишет нам Василий Забыли Все Брамсы в день Вот у нас тут Кот Это Матвей Вот Ооо Матвей Как ты красавец Ой Такой Кутик И все здесь На ручечке Да Вот Тут моего еще нет Мой у меня дома остался Вот Собственно да Я хотел сказать А чего я говорил Боже мой А Я говорил про Про Брамса Про Брамса Боже мой Что день рождения Юбилей Брамса И все забыли И на самом деле Никто не забыл Потому что я постила В этот день Брамса Как раз Нет Это сказал Это сказал Василий Нам в комментариях А я пошел А я хотел сказать Про да Про посвятительство Так вот мы играли В высшей школе экономики Буквально Ну практически 14 марта А 15 нас засадили Да Это был прямо Вот в последний день Практически Перед Вот этим карантином Ну точнее нет Карантин Та сам уже был 29 Я села Я села прямо После 14 Вот буквально Там вот Понедельник Там 16 марта Уже было ясно Что консерваторию закрывают Да Вот я 14 Отыграл последний концерт Собственно сначала Там а потом на работе И вот мы играли Ты знаешь Там девушка Как ее зовут Она из консерватории Не это ook Агонис Агаранян Агаранян Она занимается Вот в этой Высшей школе экономики Она действительно Там приводит людей То есть там Небольшой зал Но она привела Очень большое количество людей То есть там почти полный зал был Понятно, что Это в возрасте В основном люди Но днем выходной день не так просто привести то есть видимо очень большое количество людей ну как я вижу да все таки этим занимается и и есть еще не нужно опять же забывать про таких людей как например да кирилл рихтер ну понятно все мы не будем сейчас обсуждать там уровень этого да или там качество какое-то это не нашу наверно ума не моего точно ума дело но человек действительно занимается популяризации вот этого всего может быть через него кто-то придет потому что он делал какие-то концерты в майнкрафте дашь мне кажется довольно оригинально вообще вот и какие-то еще вещи да то есть не знаю видимо видимо многие люди этим озабочены сейчас и все-таки что-то делать пытаются опять же мотивации разные у людей кто-то может быть для своей там да чтобы стать более известным кто-то для высшей цели не знаю вот сложно сказать вообще-то я который сейчас много ли достаточно до высшей школы экономики что на самом деле у них просто секрет в том что они работают только на свою аудиторию то есть у них не продаются билеты эти концерты закрыты то есть да ты можешь по пропуску взять допустим свою какую-то часть аудитории при наличии свободных мест но это сделано для профессорского преподавательского состава и студентов то есть это просветительские такие концерты это очень крутая вещь которую они делают но при этом это не привлечение людей в широком смысле слова то есть только для своих что тоже естественно очень ценно но эти свои они же меняются да и потом они так сказать они сходили на концерт они рассказали и они могут привести кого-то еще или просто заинтересовать там не знаю там я не знаю ну кто-нибудь сходил потом там не знаю ребенку своего захотел музыку отдать ну то есть это в любом случае в любом случае это популяризаторство и это прекрасно пульверизация я полностью согласна конечно вот нет просто ты хоть ты просто хотел что-то да нет просто катя как раз сказал или нет я хотел сказать что в общем-то к счастью много людей есть достаточно много людей которые стоили но и степени успешности хоть я не люблю это слово потому что нового это вот никто область но в высоком смысле так сказать занимаются занимаются так сказать таким благим скажем так делом к счастью таких людей много главное чтобы чтобы всем не правили люди другого сорта вот так о чем я говорил в начале я на самом деле достаточно напуганном состоянии потому что это посмотрела один модный фильм вот который мне да да исключительно ну скажем так не понравился но это очень коротко нужно пояснять но там в конце этого фильма произвут происходит нечто такое настолько чудовищное что хотя мне я не считаю это настоящим скажем так кинематографом высоком смысле этого слова вот смысле этого слова но тем менее мне как-то очень сильно напугала концовка этого фильма вот потому что там так сказать сталкиваются две разные группы людей одна из которых ученые которые не вызывают симпатии но тем не менее а другая просто такая грубая сила которая все себя подминает и эта сила которая так сказать покрывается ну ну в современном понимании слова чиновниками вот и я лично вижу опасность именно вот в этом ну мы я просто мне опять же вспомнилось вот посмотрите чем кончилось да не надо или не смотрите катя не советую я вот что вспомнил по поводу до чиновников которые все-таки вот это чиновничье оно настолько чуждо вот этой человеческой природе да такой живой что это приводит сюда к тому что чиновничье уходит все таки потому что мы все помним это был мой третий курс и вот эту историю с основами культурной политики да в консерватории да это была большая гордость за всю консерваторию это же действительно да люди могут так вот подняться действительно то есть вот ты говоришь алиса ты как-то сказал вот сака чеглаков отличный актерский состав вот я катя тоже говорил что тесак это конечно вообще да господин наш санкевич произвел на меня абсолютно неизгладимое впечатление я понятия не имела кто-то кто такой этот человек потом я естественно прочитала но вот в этом фильме он как бы так как он как бы там фильме он там снял себя вообще абсолютно все ограничения и очень ясно показалось природа этого человека и это не природа одного человека это природа очень большого количества людей вот возвращаясь к культурной политики это была действительно большая победа потому что мы правда искренне это будет такой порыв да вот это побороть и это получилось то есть когда людей это возмутит какой-то определенной степени это все закончится поэтому мне кажется мы можем не переживать ну ребят вы как-то так на нервной нуте на самом деле находитесь я думаю тоже что все на самом деле оптимистичный наоборот да все вернется все вернется посмотрим каком виде но я думаю что переживать прям вот тотально не стоит ну правда конечно нужно открыть глаза и как-то трезво вообще сейчас смотреть на вещи слушайте но вот возвращаясь наше любимое альма-матер вот давайте каждый из вас вот так вот подумать сейчас я дам одну минутку буквально быстро сообразить вот на ваш вкус чего вам не хватило в курсе консерватории вот чтобы вот что может быть такое вот чем вы чувствуете что вот как-то недодали какой-то может быть новый предмет вот три пункта я прошу назвать каждого из вас будет что-то то что если я готова потому что мне я не смогу ответить информативно на этот вопрос потому что я очень закрыто всегда жила нет-нет-нет алис я просто серьезно говорю мы то чего мне не хватило это было абсолютно но мое личное, и не связано, так сказать, конкретно с консерваторией. Это могло быть связано с моим педагогом в тот момент. Но это при чем вот консерватория? Нет, ну я имела в виду, что, может быть, знаете, как бы, вот вчера, например, у меня был онлайн, просто приведу вам пример, поймете, о чем я говорю. Да, про менеджмент. И вот, да. Ну если бы, когда мне учились, мне бы сказали, что у нас еще менеджмент, я бы... Вопутилась. Нет, на самом деле, у меня был онлайн, даже не вчерашний, абсолютно не вчерашний, вот в третьем сезоне один, в котором сказали, что я бы, Алис, ничего не добавляла, я бы убрал. И вот это вот меня поставило, ну не то, что в тупик, я подумала, ну нет, ну такая позиция тоже может быть, я бы убрал. Просто почему возникает у меня такой вопрос? Не от желания вас загрузить, а от желания подумать немножко гибче. Вот смотрите, за рубежом, например, любая консерватория, да, предлагает, например... Ну вы скажете, сейчас я буду говорить о менеджменте. Хорошо, назову менеджмент. Назову актерское мастерство. Назову, например, еще какой-нибудь перформанс, плав искусств, да, когда человек, приходя, музыкант, он как бы потенциально готовится сразу к двум направлениям. Это не значит, что одно у него плохо получается, поэтому он вот сюда. Нет. Он просто как бы мультитаскер, да, и он может хорошо играть на скрипке или на портепиано, и в то же самое время он, например, хочет понять, как это завернуть в новую форму, да. Приводили разные примеры, когда, например, классическая музыка совмещается с электроникой. Вообще не новая, да, вещь. Это придумали, черти, когда там. В 60-е годы, когда это было. Это вообще, да, то есть сто лет уже прошло практически. То есть я к тому, что вот в этом направлении, прошу вас подумать. Или вам всего хватило, и может быть у вас такая позиция, что, ну скажите, ну, алис, консерватория есть консерватория, да, а потом уже, вот, если надо, пойдешь учиться там туда-туда-то и туда-то. Может быть у вас такая позиция. Вот тут мне нравится комментарий, опять же, да, вот менеджмент, нормальная педпактика, актерское мастерство. Я, в принципе, совсем согласен. Может быть, я бы добавил, опять же, вот. Молодцы, Лунстремы. Прям толстый. Да, Лунстремы сегодня, вот. Молодцы, активная аудитория, молодцы. Надо их звать. Мне кажется, что очень не хватает какого-то адекватного. Адекватного, да, вот импровизация, опять же, тоже отлично. Мне кажется, это все очень-очень нужно. Это то, чему мы все не научены вообще по итогу, да, и что действительно часто пригождается. Вот что, мне кажется, наиболее важным все-таки, это какая-то практика оркестровая, да, вот то, как этим занимаются в Европе, то, как этим занимаются в Америке. Это если говорить о предметах. А вообще, вот в целом, да, чего мне не хватило? Мне не хватило, во-первых, я считаю, если уж говорить, да, о консерватории, мне кажется, что должно быть, конечно, меньше бюджетных мест и больше платных. Мне кажется, что это существенно повысит и качество образования, и уровень людей, выходящих из консерватории, да, их подготовленность. Я не знаю, мне почему-то так кажется. Я вот как-то много думал об этом. Это можно распространяться, но если кто-то не согласен, опять же, да, у меня вот так, к сожалению, такое было. А можно я не соглашусь? А я с тобой не соглашусь, знаешь почему? Потому что у нас просто очень сильная школа. И, подожди, вот смотри. А ты хочешь, чтобы больше людей приобщились к ней в таким области? Не-не-не, подожди. У нас настолько сильная исполнительская школа, что количеством бюджетных мест, я боюсь, что ты сделаешь не лучше, а хуже. Другой вопрос. Как потом эти люди трудоустроены будут? Но это же другая ступень. То есть они решаются количеством бюджетных мест. Значит, если ты решишь так проблему, получается, что куча талантливых людей, они, но они не смогут просто платить, потому что... Они и сейчас не могут. Нет, подожди, музыка, она же изнародная. Они не смогут поступить. Другой вопрос, вот я хочу, чтобы ты четко понял, о чем я говорю. Я неоднократно находилась на скамье приемной комиссии. Я знаю, что берут не всегда самых талантливых. Но мы не будем оттуда пространять. Это да, это другой вопрос. Но эту задачу, вот твои методы, ее так не решить. Потому что так только хуже будет. А так есть хотя бы шанс у этих людей оказаться. Другой вопрос, что нужно играть чисто. Вот это да. Чистая игра должна быть в смысле вот в самой вот этой вот приемной, да, компании. Должна присутствовать абсолютная объективность и заинтересованность. Если твой ученик играет хорошо, хорошо. Если сыграл человек, который приехал из региона лучше, чем твой ученик, ну, значит, так. Мне однажды на это, знаешь, как ответили? Я помню, я как-то возмущался. Я говорю, ну, почему же приезжают там откуда-то, да? А берут в итоге того, кто может быть похуже, но играют, но зато из Москвы. И мне ответили, вообще-то люди хотят разговаривать на одном языке. Вот так мне сказали. Это был кто-то из преподавателей консерватории, я не помню кто. Вот. Но на самом деле это вообще очень глубокая тема. Я больше всего все-таки, я просто это в первую очередь упомянул, но больше всего мне не хватило свободы. Ты знаешь, вот именно какой-то творческой атмосферы, да? Вот мы сейчас думаем об университетах, да, каких-то, я не знаю, западных, не западных, не важно. Мы представляем какое-то такое пространство, да, где вот мы находимся вот в этой творческой атмосфере, где мы что-то делаем, где не просто мы что-то делаем, а где тебе хочется что-то делать, вот так скорее. А когда, я извиняюсь, ну, мы понимаем, да, о чем я сейчас буду говорить, вот, а когда тебе вот этим студентом играть нельзя, потому что он у одного педагога, а с вот этим нельзя, потому что он у другого педагога, и вот это вот все начинается, да, ну, как... Мантеки и Капулеттик, да. Да, иксы, да, известные. Вот, и, к сожалению, это действительно невозможно никак преодолеть, кроме как вот по естественным причинам, да, пока это не заканчивается все. Мне пришла в голову одна тут сейчас вдруг идея, что в консерватории все очень всегда держалось на личностях, а личности исчезают по естественным причинам, вот, ну, на их место приходят какие-то другие, но так или иначе, так сказать, то изначальное, что было, оно уходит и уходит, а... А авторитаризм остается? Авторитаризм остается, а идеи нету. Сейчас заплачем все, я чувствую... Я считаю, что, как бы, преемственность поколения в консерваторию... Нет, ну, есть, есть, ну, конечно, Алиса, ну, понимаешь, начиналось-то все с Рубинштейна. Ну, я хочу сказать, что преемственность поколений, безусловно, есть. Я скажу неправду, если скажу, что ее нет. Она есть, безусловно. Но в каких-то моментах она вот вызывает некоторые вопросы, скажем так. Опять же, вот это вот, как бы, критерия, скажем так. Ну, я максимально деликатная, я смягчаю угол, как могу, но я считаю, что замалчивать эту тему, ну, сколько лет ее можно замалчивать? Ну, всю жизнь ее невозможно замалчивать. Есть объективные какие-то вещи, есть, ну, в конце концов, да, вот даже, будем воспринимать это не как преемность поколения, а как прием на работу, да, для того, чтобы поступить на определенную работу, нужно выполнить вот эти, вот эти, вот эти вот критерии. Ну, у нас этого нет. У нас этого нет. То есть, по сути, вот если так, да, подытожить, что мы сейчас все говорили, получается, что мы получаем дипломы, в которых написано то-то и то-то, да. А по факту мы этим профессиям, которые там написаны, учимся уже, занимаясь этими профессиями, по сути. То есть, я учусь играть в оркестр, работая в оркестре, я учусь преподавать, работая преподавателем, правильно? Так получается. Ну, то есть, ну, и тут мы должны как бы понять, мы считаем, что это... Но это плохо. Вот. И тут мы должны понять, считаем ли мы, что это плохо, что мы, или мы считаем, что это хорошо, вот как? Мне бы в консерватории бедпрактика очень бы сильно помешала заниматься тем, чем я занималась. Ну, она как бы была, но много времени она у меня... Ну, я на нее не потратила. Ну, вот, а мне бы, например, помогла, потому что я по итогу, вот, я учусь прям на своих, вот, прям ошибках, и это все живые люди, да, с которыми я занимаюсь, и вот они от этих ошибок могут страдать. Ну, вы же там не режете их. Иногда ошибки приводят к большим открытиям. Без них тоже нельзя. Очень интересная дискуссия, на самом деле. Ну, слушайте, здорово. Отличный брейнсторминг. Я прям вот как-то завелась. Нет, потому что, действительно, это такие темы, на которые можно говорить вечно, но самое смешное, что не впустую эти разговоры, потому что, знаете, вот я слышу ваше мнение, да, вот, у меня такой стокгольмский синдром, когда я, в общем, могу встать на сторону каждого из вас. Абсолютно. То есть у меня есть своя какая-то позиция, да, но я соглашаюсь не потому, что там, ну да, вот здесь надо согласиться, здесь надо, не надо соглашаться. А вот я действительно понимаю, что логика в этом прослеживается железная, и как бы спасибо вам за такой, как бы, откровенный разговор. Это очень увлекательно. Вообще у тебя сегодня, у тебя сегодня такая непривычная тоже, на самом деле, мы говорили, да, непривычный формат, но для тебя это тоже непривычная ситуация. То есть ты обычно разговариваешь с одним человеком. Это все как бы понятно, да, разговоры? Ну, у меня были, были неоднократно онлайны, когда было... А были, да? А, все, тогда. Нет, я уже просто хотел поздравить, что... Нет, там Тома, Гарри Епрекиан, Дуа Шаламов. У меня перманентно. У меня вот эти двойнички, они случаются. Двойнички, я бы сказал, да. Алиса, я хочу тебе сказать, что... Ну, вот мне кажется, что... Ну, вот возникают иногда... Ну, я не люблю слово «проект», но как бы от него никуда не денешься. И я не знаю, пока есть замена. Возникают, ну, допустим, в музыке не только. Какие-то удачные, длящиеся какое-то долгое время проекты. И это бывает достаточно редко. Вот. И я просто хочу сказать, что вот то, что делаешь ты, это удивительно, как оно сложилось. Это правда. Вот это просто удивительно. Ну, так давайте помолимся, чтобы дальше... Просто, понимаешь, вот как бы жизнь наблюдается с разных сторон и разные явления, и... Ну, всякое. Алофт все остается, да. Алофт и ныне там. Нет, я просто хочу сказать, что вот твой проект, он как-то очень хороший. Нет, мне это очень приятно, потому что я очень хотела построить... Просто, знаете, вот у меня была очень простая мечта. Да, я очень хотела, чтобы у нас были приличные залы камерной музыки. То есть прилично, значит, с акустикой, с нормальным роялем. Я извиняюсь, что я говорю такие простые вещи. Вот, чтобы был, конечно, концепт. Но концепт это все было уже как бы надстройкой. Это было, знаете, уже такой сверхзадачей. Базис. Да, потому что я остро почувствовала, что хочу заниматься этим жанром, и вокруг меня были люди, которые хотели, а негде было. И как бы поэтому лофт, филармония, да, вот и название, и как бы концепты, вся его, как бы история этого проекта. Но мне кажется, для Москвы, для культурной столицы вообще, любой мировой, это настолько важно. И как бы если мне это удалось, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы это все продолжалось. Конечно, попав в такую ситуацию, когда непонятно, кого нужно в первую очередь спасать, пардон, себя или проект, и я спасаю... Я спасаю все сразу. Сразу, вот. Мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжали, и поверьте, я сделаю, как бы максимально приложу к этому усилию. Мне приятно, что вы мне об этом говорите, потому что на самом деле мне дает это силы, как бы, ну, может быть, как-то нестандартно мыслить и принимать какие-то, ну, тяжелые иногда решения. Я просто знаю, что музыканты в этом заинтересованы. Мои друзья со мной, для меня вот просто это важно понимать. Я вот хотел... Вот у меня какой вопрос возник вдруг. Вот как ты сама просто считаешь, вот, да, в успехе этого? А мы можем сказать, что этот проект успешный, потому что он уже много лет продолжается, да, и как бы люди... Объединил кучу людей. Объединил кучу людей, действительно. И прослучало огромное количество музыки и удивительных исполнений, и просто... Да, вот. Так вот вопрос. Вот ты считаешь, опять же, сейчас вот без всякой там скромности, мне просто действительно, вот как профессионала, да, в менеджменте, интересно твое мнение. Ты считаешь, что это... Вот какие составляющие успеха, так сказать, да? То есть твое мастерство как менеджер, да? То есть ходить ли нам на твои уроки менеджмента, да, теперь в консерваторию и слушать ли более внимательно, да, если мы видим, что вот такой результат. Второй вопрос. Да, какие могут быть еще, да? Может быть, просто не было такого вообще формата, да, в Москве, и ты просто стала первой, поэтому успех. Вот ты как сама считаешь, вот в чем? Или это как бы сложилось просто из большого количества факторов, вот так? Слушай, ну, тут много на самом деле факторов, но мне кажется, что самый главный, да, вот, конечно, нужна была идея, я не буду отрицать, что без идей ты там далеко уедешь, ну, она должна быть концептуальна, она должна быть какой-то очень прикольной и свежей, так, безусловно. Но мне кажется, что просто многие начинающие, там, менеджеры, продюсеры, которые говорят, у меня есть идея, я хочу-хочу там ее поднять, они мыслят категориями, знаешь, вот сразу, сразу все. То есть им нужно заработать на этом, как бы вкладывать, они не готовы, развивать это там на протяжении многих лет, это тоже неинтересно, это тяжело, это долго. И, вот, кстати говоря, выбор моего жанра, камерная музыка, все продюсеры и менеджеры, или люди, которые маломальски в этом как бы разбираются, ну, вы сами не дадите соврать, это нерентабельно, то есть это, наверное, самый невыгодный жанр, который можно заниматься здесь, и как бы выбор мой, он абсолютно исходил, как бы из моего желания доказать обратно, что он может быть успешным, то есть как бы, знаешь, от противного. Мне хотелось построить... Я так раз хотела сказать, что очень многие, действительно, стоящие и важные вещи, они именно вот как бы вопреки происходят. То есть по логике складывалось бы все совершенно иначе, но вдруг что-то такое, вот, не знаю, искра какая-то проскочила, и вдруг оно повернулось. Ты понимаешь, Рома, у меня... Это даже удивительно, как оно все устроено. Отвечать можно с нескольких сторон, потому что действительно было несколько сторон в этом создании. Знаешь, когда, например, конкурс Брамса, да, был тоже поворотным моментом, мы приехали с Ником и поняли, что, в общем, как бы нам даже и грамоту там, да, поздравительную не напишут лишний раз. Ну, проблема, да, реально проблема, и как бы концертов после этого дела не будет. Ну, то есть, да, первое премио Брамса, ну, и что, ну, подумаешь, какая разница. То есть я поняла, что у нас просто этим крылом не занимаются, без лишней лирики. Вообще. И для того... Да. И мысль моя первая, еще когда не было ни Блэкбокса, ни Лофта, уж тем более не было Зила, вообще камня на камне не было, первое, что мне пришло в голову, ну, значит, если в филармонии нет этого как бы крыла по каким-то причинам, я не пошла кого-то обвинять и вырывать на себе волосы. Я сказала, я открою свою филармонию. Вот с этого все и началось. И как бы я ее открыла. Просто она не находится в здании как бы казачьей, ну, вот и все. А то, что привлекаются музыканты, то, что, знаешь, мне очень приятно, что на разных уровнях как бы, да, я получила поддержку. Ведь когда это был просто воздух, это был просто написанный проект на бумаге, понимаешь? Потом я пошла ногами, искала площадку, там, ну, масса, масса, масса всего. Самое главное было дальше, когда первый пилотный, да, вот комплект из этих восьми вечеров, это была первая серия с 2016 года, да, по, собственно, 30 декабря 2016 года. Меня поддержали друзья, которые поверили в несуществующую вещь на тот момент. Они сказали, Алис, что бы там ни было, мы с тобой как бы играли сложнейшие программы, то есть рискнули всем. А вот я хочу сказать про соцсети. Я же видела тогда, так сказать, рекламу Безнадорф, Рилов, Силармония, вообще. Это выглядело просто шикарно. Спасибо. Это выглядело просто, это, ну, вот как бы, вот я вижу, вот я вижу, все начинают говорить о каких-то концертах, какие-то афиши пишут, публикуют. Я думаю, ну, ничего себе, вот что-то новое, что-то очень крутое. Ну, ты знаешь, Катя, я вот сейчас скажу, конечно, странную вещь, наверное, аудитория мне не поверит, и вы тоже не поверите мне, но у меня до 2016 года, до, собственно, сентября, у меня не было Инстаграма, мало того, я вообще не знала, как им пользоваться, и считала это полнейшей глупость. К социальным сетям я относилась примерно, ну, то есть, никак. Ну, да, я могла запостить афиши, как и все мы, вот, и, собственно, вот и все. И, как бы, проект, он просто заставил меня найти вещи, сдвинуться иначе, но не было камня на камне, то есть, не было там, ни финансов, ничего не было. То есть, все афиши, все, что вы видели, это вот был хендмейт, и, на самом деле, когда я возвращаюсь к этим публикациям, они, конечно, меня очень греют, но я смотрю на них и думаю, как я хотела. Ну, это было так вот. Как я старалась, да. Нет, как я старалась, как я хотела, да, но сейчас бы я все сделала иначе, то есть, ну, это уже сейчас. Ну, как всегда, да. Да, но тогда, когда мне было 26 лет, я видела это именно так, и, как бы, на тот момент, видимо, это, ну, убеждало, и, кстати, самое главное, как мне кажется, что эта музыка, вот, да, которая редко звучит, просто голод, голод такой вот ушей, и слухового нашего опыта, услышать наконец-то не та-та-та-там, пам, та-та-та-та, понимаете, это все уже понятно. А вы другое записали вообще? А как, как туда пришла публика? Ну, я могу рассказать, на первый концерт, который мы играли тогда с Ником, а второй концерт играла Старство Небесное Ирина Васильевна Бачкова и, слава богу, здравствующая Сергея Наширинская, потому что это наши преподаватели, то есть, такой был двойной ван-дамп, сначала выходим и открывать, и как бы нас поддерживают, наши профессора. Ну, а дальше все пошло. Значит, история была такая, страшное расстройство, 23 сентября на запуске была пресс-конференция, там был коктейль, был концерт, собственно, то есть, с модерацией, всеми делами, которые там происходят по сей день. Половина зала. Половина зала, значит, Алиса практически на грани дурдома, потому что я тогда подумала, половина зала, все это конец. И только потом я поняла, что на первый концерт приходит половина зала, это успех. Но тогда у меня даже такого опыта не было, я этого не понимала, потому что уже к третьему концерту у нас сидел зал. Но пройти вот эти вот даже два концерта... Рассказывают, что когда Гульд приехал, он давал, что ли, в Советском Союзе, кажется, два концерта, не знаю точно, не помню. Вот. И на первом концерте не было никого, зато на втором там просто невозможно было пройти. Ну, родители рассказывают. Слушок прошел, как бы, да, и все быстро-быстро всех позвали. Это известная история. Ребят, ну, давайте вернемся, теперь свернемся с профессиональной дорожки. Вспомни, что мы просто люди, просто мы находимся на самоизоляции, а то я вас уже так прям, ох, сегодня... Мы ее нарушили. Вон. Ну, это неважно, потому что я вот как бы считаю, что все будет в порядке. Проверим через два недели. Проверим через две недели, если что, звоните. Да, проверим через две недели. Я обязательно выложил состояние свое, да, в сторис. Ребят, вам удается заниматься, и вот наряду с этим удается или нет, вы сейчас ответите, а ваши, ну, досуговые часы такие, то есть чем вы занимаетесь? Кто-то там ударился в литературу, самообразовать, кто-то просто банально спит, кто-то ест, кто-то пьет. Чем вы занимаетесь? Я учу третий концерт Рахманова. Очень достойно. А еще? Я слушная пианистка. Нет, серьезно, я просто, ну, вот как бы, чем еще заниматься? И главное, если не сейчас, то когда? Да. А, там литература, кино, что-то удается, Катя? Или это как бы... Вот да, усмотрела. Прости, Господи, да, усмотрела. Вот. Ну, некоторые еще фильмы смотрю. Господи, все из головы уже вылетает. Когда надо, никогда не вспомнишь. Вот именно, да. Вообще, вот, если уж, да, про меня говорить, мы по что должны... А, вот, я вспомнил. Мы должны сказать о том, занимаемся мы или нет. Вообще, прямо скажем. Месяц я не занимался вообще. Я жил, как Ксения Башмет, понимаете? Я в стол не занимаюсь, понимаете? Нет, это она так говорит, то есть ее цитаты. Вот. Это я никого не хочу абсолютно... Вот. Потом я понял, что, конечно, я не на том уровне, видимо, нахожусь, на котором я могу не заниматься, и потом по-человечески вообще извлекать какие-то звуки, да, из инструмента. И я начал упражняться, да. Как мне мои родственники говорят, ты долго еще будешь тренироваться на скрипке, вот. Я начал тренироваться, потому что я играю исключительно какие-то жуткие совершенно упражнения, этюды, все такое. Пытаюсь как-то прийти в форму. Но, слава богу, я себя смог заставить, потому что этот год это была действительно проблема и до карантина. А на карантине это превратилось просто... Стало просто, конечно, катастрофой. Вот. Что мне помогало, значит, отдыхать этот месяц, так скажем. Я сначала смотрел несколько дней, вот, Берлинскую филармонию, они открыли доступ на месяц. Это было очень круто. Я всем рекомендую, если кто-то не посмотрел хотя бы пару концертов, прям посмотрите. Там и, кроме всего прочего, кроме того, как они играют, там отличная работа звукорежиссеров на записи. То есть там слышно все, что должно быть слышно, и все остальное тоже. Вот. Потом мы смотрели какие-то фильмы, потом мы стали смотреть сериалы, ну, то есть как бы, как, наверное, и все, да. Я пересмотрел весь YouTube и прочее, прочее. Играл в игры там на iPad, которые я все купил, да, чтобы ноты на нем смотреть и заниматься. Вот. Поскольку я, Ксения Башмет, вот, не получилось. Но я вот что хочу сказать. Самое важное, вот что, как мне кажется, я начал, наконец, читать. И это все благодаря... Ты, наконец, начал читать? Да. То есть возобновил, возобновил, значит, свою... Просто я в детстве много читал, правда, потом перестал, потому что, не знаю почему. Вот. Стал читать, почему? Потому что Саша Язинькова, я не знаю, Саша Язинькова, да, вот она есть такая девочка. Она закончила консерваторию, по-моему, год назад. Она сделала, вот по ее инициативе был создан такой книжный клуб «Карантинное чтиво» называется. Вот. Миша Фемен смеет. Смейся, смейся. Вот. Значит, да. И вот в этом книжном клубе мы выбираем... Я всем очень рекомендую, значит, найти это в Инстаграме. Это, правда, очень интересно. И если вы не можете читать... Я тоже очень хочу почитать с вами, но мне просто интересно, что это за клуб такой. Я сейчас расскажу. Я сейчас... Он абсолютно не закрытый. То есть там довольно много людей. Все наши ровесники, мы все их примерно знаем. Ну, кто-то чуть старше, чуть младше. Я не буду сейчас перечислять всех. В общем, там довольно большое количество людей. Ну, так. Там десяток, да, на данный момент примерно. Вот. И мы там раз в неделю или в полторы недели созваниваемся в Zoom и обсуждаем книгу недели, да, как домохозяйки американские. Вот. И у нас абсолютно разные книги. То есть мы, в том числе, мы не боимся, да, брать такие произведения, как, например, «Сто лет одиночества», да, которые у нас на этой неделе. То есть такие «Guilty pleasures». О, я как раз на этой неделе я могу к вам зайти, потому что я читала «Блесну» там. О, вот. Вот. Мы на самом деле с удовольствием тебя послушаем. Нет, это правда. И действительно мы доходим до каких-то очень интересных вещей, которые ты, вот если ты один прочитаешь, никогда до этого не додумаешься. И ты правда начинаешь читать, потому что у тебя есть вот этот стыд, что если ты не прочитаешь, то потом ты не сможешь выйти в эфир с людьми, понимаешь? Поэтому ты вынужден читать. И таким образом ты вот из этого мрака самоизоляции вот эту плесень и возвращаешься к жизни как-то. Вот я так считаю. Рома, ты прекрасен просто. Я вот у меня другие слова. Но у меня есть вопросы такие. Я вот как-то родился такой маленький. Этот книжный клуб увлекательный. Вот когда вы уже все прочитали, «Зумовские окна», ни у кого не было бизнес-идеи объединить это с онлайн-баром? Параллельно как бы, нагрузку. То есть приятный напиток и хорошая литература. Мне кажется... Мы бухаем. Мы пьем, прямо скажем. То есть во время обсуждения. То есть это... Это абсолютно... Нет, я просто не понимаю. Надо называть вещи своими нами. Нет, мы действительно... Вы просто очень прикольно говорите. Спасибо. Нет, мы правда, мы действительно выпиваем. И вот Саша Изинькова, собственно, создательница, да, она сказала, что это на самом деле, конечно, прикрытие алкоголизма. Хотя я так не считаю. Мы вполне можем и без... Саша с бокалом, да. Это правда. Тут в комментариях вот пишут. На самом деле, книжки разные. На прошлой неделе было имя Розы, Эко, да, то есть чуть-чуть посложнее. Мы читали? Да, мы читали, конечно. Это очень сложная книга, на самом деле. Она, ты знаешь, она мне показалась куда более сложной сейчас, чем когда я ее читал в детстве. То есть это были совершенно... Она читается вообще за пойму. Кроме первых 100 страниц. Ну, неважно. Вот. До этого там что-то еще было. В общем, не знаю. Ой, спасибо. Там вот очень приятный комментарий. Это Давид. Из Ростова. Давид Скрипач. Я понял. Да. Вот я думаю, что на одной из следующих недель у нас будет книжка. Я просто хотел бы ее порекомендовать, на самом деле, тем, кто даже не вступит в этот куб и не будет этим интересоваться. Но есть такой Джонатан Литтл. Это французская, франко-американа, русский такой сын мигрантов, писатель, да. Он написал книжку, которая называется «Благоволительница». Я думаю, уже многие о ней слышали. Вот. Эта книжка собрала очень большое количество наград. Это такой исторический роман про Холокост. Вот, опять же, в тему, да. У нас недавно был 9 мая. Вот. Всех поздравляю. Да-да-да. Да. Собственно, вот. Вот эта книжка будет, наверное, может быть, следующей книгой недели или через неделю. Мы обязательно ее прочитаем. Я ее уже себе заказал. Она уже у меня дома лежит. Вот. Я прям всем рекомендую ее прочитать. Димбр один, опять же, недавно ее рекомендовал. А еще один вопрос у меня нарисовался. Я надеюсь, что спонсор этого клуба Озон. Да. Книги онлайн. Слушай, я ничего не могу свое поделать. Мыслю как бизнесмен. Просто жесть какая-то. Нет, на самом деле, на самом деле я вот, если об этом говорить, то у Читай-города бесплатная доставка вот 100 рублей. У магазина Москва доставка бесплатная только от полутора тысячи. Поэтому выбирайте. А в Озоне доставляют, между прочим, постаматы вообще бесплатно? Бесплатно, да. Но в Озоне не все есть. Поэтому у Озона не всегда... Ребята, вот я такой пропащий человек, что я закупила книги, как знала, что они просто пригодятся. Похудожественному. То есть по маркетингу, по менеджменту. Потому что обычно нет времени читать художественную литературу. А тут вдруг. Да, а тут вдруг. Но то, что было в запасниках, уже подходит к концу. Поэтому я чувствую, что раз у вас там 100 лет одиночества, во-первых, можно не читая так сказать просто, я помню вообще как бы сюжетик. Правда, все 100 лет, конечно, я не вспомню. Тем более, все эти Буэнди, Буэнди, а они там в их слове, это невозможно. Имена повторяются, но вы мне напомните. Да, обязательно. На самом деле, там достаточно статьи в Википедии и на нашем уровне ты уже окажешься. Вот так скажем. Нет, правда, потому что мы, конечно, я не знаю, я просто помню свои ощущения, когда я эти книжки все читал в детстве и сейчас, и потом я буду это обсуждать с ребятами, и они меня, конечно, поднимают высоко. Вот так скажем. Я им очень благодарен. Правда, поэтому я, вот всем, кто хочет читать, но не может, я рекомендую. Правда, в Zoom место всем найдется. Я хорошо рекламирую, Алиса. Обалденно. Причем хочешь, но не можешь. Я сразу подумала, тогда, возможно, книга, аудиокнига, онлайн-формат, все возможно, типа доставим на там и подарим вам конфетку. Ты на самом деле, Рома, ты халтурщик, потому что ты, маркетолог, вот чувствуешься от Бога. Вот ты уже мог, сколько контента хорошего взять, сколько ты мог порекламировать своих концертов, концертов своих друзей. Где это все? Где? Я просто стесняюсь, стеснительный. Это просто скандал. Для тех, кто вообще в танке, кто прослушал первую часть, как ты мог сомневаться о своих силах? Получается, что надо было все-таки прислануть, сказать, нет, я принципиально против, вы выходите поры, и все, и точка. По-моему, так лучше получилось. Если бы я была одна, была бы какая-то депрессуха вообще, я бы тут разводила свои мысли. Нет, просто я к тому, что я вот хочу Роме сказать, так сказать, открытым текстом, ты неадекватно оцениваешь свой потенциал, ты неадекватно как бы слился с этой темой, вот и что тебе хочется сказать. У меня просто был, я дам, Василий, я дам ссылку на группу, вот, я в своих сторис это запущу, вот, это правда очень хорошее. Вот, я просто хотел сказать, что у меня был кризис среднего возраста, видимо, судя по всему, я не знаю, с чем это было связано, вот, но после консерватории моя жизнь превратилась в такую, сначала я думал, что я счастлив, а на карантине я понял, что я несчастлив, вот так скажем, да, то есть, ну правда, я думал, вот, я теперь работаю, я могу делать какие-то проекты, еще что-то там, да, с кем-то играть, там все, а потом я понял, что этого реально недостаточно, и я придумал, чем заполнить на два года вот эту пустоту, как минимум на два года, я просто хочу в аспирантуру поступить все-таки, вот, и попробовать с ней путь, то есть, видимо, мне нужно чем-то это все заполнять. Опять же, может быть, не обязательно Василий подписываться, вот. Я могу, Василий, не переживай, я могу запустить по большой дружбе все, что скажет Рома, вот весь сегодняшний по литературе, по фильмам, и Катя, это все, дело в том, что, Рома, ты сейчас смеешься, я практически, ну, раз через раз это делаю, люди советуют, как бы, все остальные интересуются, ну, почему, давайте какой-то интеллектуальный такой вот контент будем множить, а не вот это вот все непонятно что, вы это сами посмотрите. Вот, поэтому, собственно, мне, может быть, эту пустоту можно было бы заполнить вот чем-то таким, да, вот о чем ты говоришь, да, что-то сделать новое, действительно, но поскольку фантазии у меня, конечно, не хватило, или смелости, или чего-то, я вот решил просто поступить куда-то. Вот так. Нет, очень-очень хорошо. А что у вас, допустим, с спортивной, так сказать, нагрузкой сейчас? Многие нашли новое применение своим балконом, если они у вас есть. Кто-то уже приобрел беговую дорожку и бегает, я гуляю, я гуляю, типа вот так вот. Я вчера пылесосила квартиру и сорвала себе спину. А, это, кстати, старчество. Нет, это не старчество, как бы вам не хотелось мне это сказать. Вот, короче говоря, просто я повернулась и повалилась на пол. Вот, но удивительно, сегодня уже все прошло. Короче, я развалилась вообще просто, я ничем не занимаюсь, хотя все время думаю, что надо. Правда, я так думаю уже лет, наверное, 15. А вот мы, значит, соседам купили себе умные весы, которые говорят нам, что у нас, что у нас недостаточно мышц в организме, что очевидно. Нет, мне он говорит, что у меня, да, мне он говорит, что у меня жира недостаточно, вот, и мышц тоже. У вас все классно. И я решил, неправда, и я решил, значит, пойти, там, делать какие-то упражнения, да, и вот это все. Ну, конечно, я, да, вот именно спортивными поглаживаниями кота я и занимался, на самом деле. И вчера я вот впервые за весь карантин решил все-таки там что-то как-то поделать. В общем, я поотжимался, ну, то есть я сделал ноги вот так вот на, знаете, ноги делают на стену, ставят вот так, а ты как бы на руках вот так отжимаешься на полу. В общем, это оказалось довольно сложно. Сегодня я со слезами просто вставал с кровати. Вот. На этом моя спортивная часть, видимо, заканчивается на карантин. Я так понимаю. Хотя, конечно, это нужно заниматься, но у нас это вообще... А вообще лучше всего ходить. Или на улице заниматься спортом. Вот я за это, а у нас это пока запрещено. Поэтому все. Пока запрещено, но скоро уже раз хлопнут. Можно все свободно. А? Чего это? Скоро расхлопнут. Я говорю, что да, уже, конечно, на улице хочется, может быть, хотя бы кружок сделать вокруг дома, да, пробежаться как-то. Так разве этого люди не делают? Мы же делаем это. Мы не делаем. Я не делал. Но я хожу. А вот мы и нашли нарушителей. Магазин, на помойку там хожу. А так как мы заканчиваем эфир? Потому что злостные нарушители так как это... Все, мы теперь знаем, из-за кого мы сидим. Ребята. Нет. Нет, Алис. Нет, нет, нет. Мы очень осторожные. Мы очень осторожные. Просто. Вот, кстати, я вот... Ребята, раскачивала вас, а чувство юмора, все как было на нуле, такое-то есть. Такое. Нет, мы просто вдруг так насупливаем брови и начинаем серьезно говорить. Вот. Я просто вот что хотел сказать. Вы знаете, вот я не знаю, вот закончим ли мы сейчас или мы будем еще продолжать, но на всякий случай я скажу вот что. Как многие знают, я не знаю, из тех, кто смотрит или в принципе многие знают, у меня мама врач. Она довольно вообще крупный специалист, работает в Петербурге. Вот. И она пульмонолог, то есть врач, который легкими занимается. Вот. И вот я просто хоть МВД пошел в чат. Я просто вот что хотел сказать. Она выходит вот буквально завтра-послезавтра на коронавирусных, потому что их больницу как раз, их НИИ отдали вот на них. И я не знаю, конечно, нас не очень много людей смотрит, но я хочу, чтобы эти все люди хотя бы у себя в голове сейчас поблагодарили, вот всех врачей, правда, которые сейчас этим занимаются, потому что они... Кто-то стоит 12 часов и 12 отдыхает, а потом опять на 12 выходит в костюме химзащиты, да, в котором ты потеешь, а потом тебе холодно. Вот. Кто-то стоит 24 и потом 24 отдыхает. И все это люди возрастные. Вот у мамы умерла сейчас зав. в отделении пульмонологии тоже в Петербурге, да. Это в ИОНИИ? Нет, это не в ИОНИИ, это в другой больнице, вот. Ну, то есть, эта вещь реально происходит. Поэтому, на самом деле, мы хихи, вот, а правда осторожнее. В магазинах, да, в транспорте, где люди есть, чуть-чуть проявим немножко сознательность, правда, в эти дни. Чуть-чуть потерпим, вот, и уже потом будем жить, как Жили. Вот. И помолимся за врачей, кто молится, а кто не молится, это просто герои, которые находятся на передовой, ну, то есть, как бы, сейчас, знаете, говорят страшные слова, да, что, типа, война бывает разная, да, то есть, как бы, просто воюют, ну, не все, а нас пытаются предохранить, как бы, да, от чего-то. Ну, ты знаешь, Ром, как бы, я всегда всячески призываю к сознательности, потому что, ну, в принципе, рисковать не хочется проверять, да, то есть, проверка того не стоит. Поэтому, вот, я так, хотя бы, вот, минимально вот такое должно быть отношение, а так вообще, да, посылаем респекты и уважуху всем врачам вообще, держитесь там, ребята, потому что мы, мы бы помогли, но у нас нет образования, как бы, вот и все. К сожалению, Мы можем только, только не выходить из дома. Так что, ребята, stay home, вот, писла, очень хэштег love therapy, по-моему, очень хороший, красивый финал, потому что я уже всех задолбала с вами, да? Ладно, ребята, мы классно очень пообщались, вот, я вам очень благодарна за, что такое, не то, что погружение, это вот супер был брейнсторминг, вот, очень динамичный эфир, я вот прям, как я люблю, очень жестко, вот, жесткая была посадочка, вот, хватит смеяться, это был такой намек Алиса, вот, ну, и захотите еще выходить со мной в диалоговые окна, я буду рада. Спасибо, Алиса, спасибо, Алиса, было хорошо. Да, мы, правда, мы, мы наконец-то вообще пообщались с людьми, понимаешь ли, вот, кроме, вот, я, я, общаюсь, конечно, еще с книжным клубом, который я проекламирую, а вот Катя вообще сидит, сидит, спасибо всем, вот, кто нас читал, кто нас слушал, точнее, а мы вас читали, вот, ребята, очень приятно, правда, я прям буду плакать после. Да, ну, я напоминаю аудиторию, что этот эфир, как и вчерашний, незамедлительно, вот, как только я смогу его встречать, появится на Ютьюбе, вот, в IGTV, да, как бы, мы продолжаем наш сериал, ну, и, собственно, всем спокойной ночи, берегите себя, будьте нам позитивны. Ребята, пока-пока. Пока-пока, спасибо большое. Спасибо. Ну, все, буквально остается сказать пару слов, мы уложились сегодня, вот, всего-то нам всего в два часа, вот, но хорошую беседу, мне кажется, грех прерывать, потому что, ну, ребята, ребята потрясающие, хорошо, когда есть что сказать, и темы были очень такие прям глубокие и сложные. Вот, по поводу онлайна, я надеюсь, что вы тоже для себя что-то открыли в очередной раз новое, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь креативить, это моя такая какая-то позиция по желаниям, вот, ну, и все, до новых встреч, завтра мы с вами увидимся, как прежде, в Миднайт, да, Миднайт Офт Онлайн будет снова на связи, остается, собственно, вот они появились, часы 26 секунд, ну, все, воздушный поцелуй, stay home, bye-bye, и всех благ вам.